В танкции против Тегерана председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хешматола Фалахад Пише заявил, что Иран не хочет ухудшения ситуации, но не может не ответить взаимностью на выпады Соединённых Штатов. «Мы не хотим эскалации напряжённости с Вашингтоном. Мы не заносим всех военных США в террористический список. Но мы помещаем в этот список те силы США, которые находятся на Ближнем Востоке. Наша цель – не допустить эскалации кризиса. Мы поддерживаем то, что делает господин Зариф, например, его предложение по обмену заключёнными. Министерство иностранных дел выполняет свои законные обязательства». Речь идёт о предложении провести переговоры об обмене пленными с Соединёнными Штатами, которое на прошлой неделе озвучил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Некоторые усматривают в нём дипломатическую сделку. Впрочем, идею раскритиковали сторонники жёсткой линии в самом Иране. «В Иране существуют две точки зрения, которые в конечном счёте должны прийти к единому знаменателю. Одна из них заключается в том, что господин Зариф стремится предотвратить эскалацию и углубление кризиса. И мы поддерживаем этот курс. Потому что считаем, что мы не должны играть по правилам мировых экстремистов, которые объединились против Ирана». На вопрос, будет ли Иран по-прежнему оставаться в сделке и продолжать переговоры с Соединёнными Штатами, Фалахат Пише заявил, что никаких табу по этому вопросу нет. Но на данный момент Тегеран не видит искренних сигналов о готовности разговаривать со стороны Вашингтона. Монетарные власти США разочаровали американский фондовый рынок. Биржевые индексы резко перешли от роста к падению после оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы. ФРС решили оставить базовую ставку без изменений, несмотря на давление со стороны трейдеров и президента Дональда Трампа, которые рассчитывали на снижение показателя. Почему Федрезерв намерен запастись терпением, знают наши корреспонденты. От 2,25% до 2,5%. Такой останется ключевая ставка американского Центробанка как минимум до следующего заседания в середине июня. В руководстве ФРС подчеркивают, что всё идёт по плану, резкие движения не оправданы. Ещё в марте настроения были мрачнее. Регулятор говорил о слишком медленном экономическом росте, слишком низкой инфляции и внешних рисках, в том числе неопределённости вокруг Брексит и торговых споров. На этом фоне участники фондовых рынков заговорили о скором снижении ключевой ставки, что ускорило бы приток на бирже дешёвых денег. Но председатель Федрезерва не оправдал их надежды. Крепкие фундаментальные показатели поддерживают экономику. Ситуация на финансовом рынке, высокий уровень занятости, создание новых рабочих мест, ожидание бизнеса и потребителей – всё это добавляет уверенности в продолжении роста. В начале недели на ФРС попытался надавить и президент Трамп, также намекнувший, что ставку неплохо было бы снизить из-за низкой инфляции. Джером Пауэлл остался непреклонен. Рост цен, по его оценке, всё равно достигнет целевых уровней, а экономика останется здоровой без новой помощи со стороны ФРС. «Мы полагаем, что на ситуацию сейчас влияют временные факторы, поэтому не планируем корректировать исходный подход. Сильный рынок труда и продолжение роста экономики вернут инфляцию к отметке в 2%, что и является нашей долгосрочной целью». Пауэлл также связал свой оптимизм со смягчением внешних рисков. Брексит отложили, Европейский банк держит свои ставки на минимуме, а многие страны, в том числе и Китай, приняли программу стимулов для разгона экономического роста. Главные надежды, правда, сейчас связывают с перспективами решения торгового спора КНР и США. ФРС ожидает, что отказ от противостояния станет настоящим подарком бизнесу по всему миру. Президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции российского сегмента интернета. По официальной версии, он необходим, чтобы обеспечить устойчивую работу глобальной сети в России в случае возникновения внешней угрозы ее функционированию. Закон вступит в силу в ноябре. Ряд его положений, в том числе о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, заработают с 1 января 2021 года. Предполагается, что при Роскомнадзоре появится центр мониторинга и управления сетью, которая будет координировать действия операторов в непредвиденных ситуациях. Также в законе содержится норма о шифровании информации госорганов и государственных предприятий. Ответственность за бесперебойную работу интернета на территории России ложится на Роскомнадзор. Всемирная выставка садово-паркового искусства проходит в Пекине. 1 мая ее посетили 64 тысячи человек. Для гостей приготовили красочное шоу. Подробности у наших корреспондентов. Ежедневно в 3 часа дня по праздникам еще и в 10 утра начинается карнавал. В парк выезжают 10 цветочных платформ. Первая называется «Китайское приглашение». По задумке организаторов, это приглашение всех гостей Экспо в незабываемое путешествие. За ней платформа с голубем мира, композиция на спортивную тематику, на темы древнего шелкового пути и освоение космоса, а также ожившие китайские легенды. Колонну сопровождают около 50 китайских и иностранных артистов. Самое интересное начинается во время пятиминутных остановок около китайского и международного павильонов. Гостей ждут танцы, песни, цирковое искусство и многое другое. Они очень интересно одеты и танцуют здорово. Они воспевают природу, смотришь на эти выступления, на все здесь и задумываешься об экологии, о том, как сохранить мир таким прекрасным. Защита природы и технические инновации – эти две составляющие организаторы стремились воплотить во всем. Эти платформы очень современные, и система дистанционного управления, и система автоматического торможения – всего этого раньше не было. Создатели платформ старались использовать минимум металлических конструкций и максимум цветов. Их ушло больше двух миллионов. Благодаря этому степень отделения каждой платформы превышает 90%. Юлия Жень, CGTN. Киберспорт сегодня стал чем-то большим, чем хобби. В отрасль вкладывают инвестиции, существуют учебные заведения, ориентированные на видеоигры, проводятся профессиональные соревнования. Историю одного молодого китайского киберспортсмена расскажут наши корреспонденты. Видеоигры лишь как развлечение для подростков – это устаревший стереотип. Сегодня стримеры могут зарабатывать на трансляциях, а на профессиональных киберспортивных международных соревнованиях – накал страстей почти как на футболе. 22-летний Джан Си Чжань мечтает выиграть чемпионат мира Лиги Легенд. Это популярная ролевая видеоигра с элементами стратегии в реальном времени. В сети Джан больше известен по никнейму JDG Zoom. Он играет за команду JD Gaming, которая успешно показала себя на состязаниях в Китае. Наша команда играла в заключительном раунде весеннего сезона Лиги Легенд – профессионального чемпионата мира. Таким образом, титул чемпиона уже в зоне досягаемости. Согласно прогнозам, в этом году рынок киберспорта в Китае вырастет до 15 миллиардов долларов. В индустрию вливают инвестиции. Также на это поле все увереннее вступают бренды спортивной одежды, такие как Nike и Lining. Профессиональные геймеры сталкиваются с теми же проблемами, что и остальные спортсмены. Здесь нужен не только талант, но и постоянные тренировки. Более того, есть риск получения травмы. У профессиональных геймеров чаще всего страдают спина, плечи и запястья, если они слишком активно тренируются. Быстро расширяющийся рынок видеоигр дает новому поколению китайской молодежи больше возможностей для карьеры. Позиция киберспортсмена включена в список 13 новых профессий, выпущенных в апреле китайским правительством. Однако Чжан не считает, что это легкая дорога к богатству и славе. Это не значит, что каждый геймер-любитель может сделать карьеру. Нужно адекватно оценивать свой уровень мастерства и приложить массу усилий. В противном случае вы просто потратите свои лучшие годы, вместо того, чтобы получить какие-то другие ценные знания. Сам Чжан говорит, что он счастливый человек, потому что профессионально делает то, что ему нравится. Сегодня у китайской молодежи есть как никогда много возможностей воплотить мечты в самых неожиданных отраслях. Василис Волкашевич, CGTN. И к этой минуте у нас вся информация. Следить за новостями вы также можете на сайте нашего телеканала russian.cgtn.com. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В сегодняшней программе наши испытатели Ниньюани Масяо Шу отправились на родину китайского традиционного воздушного змея, город Вайфан, провинции Шандун. Здесь они попробуют запустить воздушного змея вместе с Масяо Шу в небо и рассмотреть проблемы безопасности и скрытые угрозы, которые могут возникнуть во время этого процесса. Давайте посмотрим, справятся ли они. Чтобы сделать змея, вначале по действиям температуры сгибают бамбуковые лучины, создавая таким образом форму. Затем лучины связывают и получается каркас. Потом на куске шелка, который затем приклеивается к каркасу, рисуются различные животные. Каркасу затем привязывают нитку и через некоторое время змей под силой ветра взмывает в небо. Как красиво! Какой красочный змей! Я думаю, этот пойдет. Тебя мы поместим сюда, затем приделаем тебе крылья, и тогда ты сможешь взлететь. Ты что, совсем? Как шелковая бумага и бамбук поднимут меня в воздух? Этот змей маленький, а я говорю о большом. Если сделать его необходимого размера, то я думаю, ты сможешь взлететь. А ты не думал о том, что такого большого змея ты просто не удержишь? Давай мы вначале попробуем сделать маленького змея и проверим, какую он имеет тягу на ветру. Идет. Пошли. Для того, чтобы змей взлетел, необходимо наличие нескольких условий. Во-первых, нужен ветер. Он является единственной движущей силой. Во-вторых, баланс. Нитка выполняет роль центра. Обе стороны змея должны быть симметричны. В-третьих, вес. И нитка и каркас должны быть максимально легкими. На счет три я отпущу. Хорошо. Раз, два, три. Тягомер показывает, что сила тяги этого традиционного китайского змея составляет 2,5 килограмма. Для того, чтобы поднять воздух Мася Ошу, понадобится 50 таких змеев. И ребята решают построить огромного змея, чтобы справиться с этой задачей. Во время эксперимента Нин Юань хоть и был в перчатках, но нитка чуть не порезал себе руки. Оказывается, обычная нитка от воздушного змея может резать как нож. Это был первый сюрприз для Нин Юань и Мася Ошу. Поэтому перед тем, как приступить к выполнению эксперимента, они хотят поглубже изучить скрытые угрозы безопасности, чтобы эксперимент с участием уже Мася Ошу прошел без сучка и задоринки. Нитка выступает в качестве средства управления змеем, которое помогает разворачивать змея в более ровное стабильное положение. Благодаря наблюдениям, мы заметили, что когда люди пускают змея, тоненькую нитку издалека абсолютно не видно. И если змей начнет падать или низко летать над землей, его нить может превратиться в грозное оружие. Испытатели приехали в пожарное отделение города Войфан. Они хотят провести здесь эксперимент по безопасности воздушного змея. Клади сюда. Так. Я приготовила фрукты и овощи для того, чтобы провести эксперимент. Какой была тяга, когда мы запускали змея? Два с половиной килограмма. Это ведь небольшая сила, верно? Конечно, ведь змей-то у нас небольшой, и ветер был не сильный. Да, поэтому мне интересно, почему так много новостей о том, что люди, запуская змея, либо поранились сами, либо поранили кого-то другого. Да, это точно. Сможет ли такая тяга нанести травму? Запуская воздушного змея, мы по обыкновению тянем рукой за нитку, чтобы контролировать его движение. Многие люди не задумываются о мерах предосторожности. Давайте узнаем, что будет, если руку обмотает ниткой от змея. Наши испытатели взяли нитку, которая используется для запуска воздушного змея, и привязали один ее конец к подъемному крану. Другой конец прикрепили к тягомеру. Таким образом, мы всегда будем знать значение тяги. Сейчас испытатели сымитируют запутывание пальца в нитке. Благодаря этому эксперименту мы сможем узнать, насколько сильно можно повредить руку обыкновенной ниткой. Тяга воздушного змея средних размеров при силе ветра от 3 до 5 баллов равняется 2-8 килограммов. Мася Ошу будет следить, чтобы показатели счетчика не выходили из этого интервала. Наш эксперимент начинается. Когда сила тяга на тягомере оказалась на отметке в 8 килограммов, морковку разрезала на 2 половины. Это произошло так быстро, что Нинюань даже не успел отреагировать. Разрезание произошло настолько быстро, что ребята не успели все внимательно рассмотреть, поэтому они решили провести эксперимент с более толстой капустой. Так процесс разрезания будет виден более четко. Сейчас мы узнаем, насколько травмоопасной может быть обыкновенная нитка. В этот раз тяга составила всего 5 килограммов, и натянутая нить разрезала капусту на 2 половины. На замедленной съемке отчетливо виден весь процесс. Тяга в 5 килограммов – это та тяга, которая достигает средний воздушный змей, находясь в воздухе. А если вдруг это будет большой змей, и он выйдет из-под контроля? Его нить превратится в бритву, которая запросто может серьезно ранить человека. Сейчас мы используем что-нибудь животного происхождения. Например, куриную лапку? Да, давай проведем испытание на куриной лапке и посмотрим, что будет. Запуск воздушного змея происходит за счет единственной движущей силы – силы ветра. Если скорость ветра возрастает, то змей быстрее поднимается вверх. В этот момент нить, к которой прикреплен змей, обладает сильной разрезающей силой. В этот раз наш испытатель собирается провести эксперимент на куриной лапке. Так они надеются получить более точную информацию о том, что может произойти с человеческим пальцем в результате воздействия нитки воздушного змея. Давайте вместе посмотрим, каков будет результат. Готов? Да. Поехали. В этом эксперименте Нин Юань быстро провел куриной лапкой по нитке, в результате чего на лапке образовался глубокий порез. Многие люди выбирают городские площади в качестве открытого пространства для пускания воздушных змеев. Здесь нет линии электропередач и дорог, что очень подходит для этой забавы. Но находятся такие чудаки, которые запускают воздушных змеев рядом с линией движения общественного транспорта. В этом случае, как только змей будет летать слишком низко или начнет снижаться, его твердая нить очень легко может нанести кому-нибудь травму. За последние годы в Китае случилось немало подобных несчастных случаев. Нин Юань и Ма Сяошу хотят смоделировать ситуацию, когда пешеход на высокой скорости наткнется на нитку от змея. Они нашли для этого эксперимента кусок свинины и закрепили его железной проволокой на шее манекена. Так они надеются увидеть, какой вред может нанести человеку обыкновенная нитка. Манекен закрепляют на электроцикле, нитку на столбах. Далее Нин Юань собирается проехать на электроцикле так, чтобы манекен шеей коснулся нитки. После столкновения на мясе будут видны следы повреждений. Нин Юань в роли водителя электроцикла не успел разогнаться до 15 км в час, как манекен врезался в нить, смоделировав таким образом ситуацию, при которой велосипедист может случайно наехать на нить. Нить при соприкосновении шеи манекена мгновенно порвалась. Судя по куску свинины, нитка спокойно может порезать кожу и повредить мышцы. Но в этот раз я думаю, что она не порезала, а сбила. Да, если сбила, то это полбеды. Так нитка может легко порваться. А при порезе? А при порезе она будет двигаться дальше, разрезая все на своем пути. Как нож. Как морковку в предыдущем эксперименте. Верно. Тогда сейчас давай попробуем порезать. Давай. После недолгих обсуждений Майя и Нин решили изменить угол атаки, чтобы шея столкнулась с ниткой под углом. После замены пуска свинины эксперимент возобновился. Итак, три, два, один, поехали. Кусок свинины, который поместили на шею манекену, на высокой скорости коснулся нитки воздушного змея. В момент короткого соприкосновения нит глубоко прорезает кусок мяса, оставляя на нем очень заметный след. Как мы знаем, мясо свинины намного толще человеческой кожи. Можно легко представить, что случится с артериями на шее велосипедиста или пешехода, если он столкнется с такой ниткой. Такой результат привел Мася Ошу в шок. Ведь стоило слегка изменить угол атаки, как сильно возросла травматичность. Но в чем причина? Изменение расположения нити увеличило время соприкосновения кожи с нитью. В момент касания пешеход движется вперед. А нить в этот момент становится подобно ножу, которая разрезает кожу нанося тем самым тяжелые увечья. Издалека эту веревку не видно. Да, согласен. Особенно поздно вечером в Китае, когда кто-нибудь обязательно пускает воздушных змеев, пешеходам в этот момент может грозить большая опасность. Тогда, может быть, нам стоит... Самим проверить, видна нитка в темноте или нет. Да, или сделать на ней пометку. Светоотражающую. Повесить на нее флажок или нанести какой-нибудь рисунок. Или люминесантную лампу. Так люди смогут издалека даже ночью увидеть нитку от воздушного змея. Верно. И избежать опасности. Экспериментальным путем Масяо Шу и Нинь Юань выяснили, что процесс запускания бумажного змея таит в себе множество опасностей. Чтобы гарантированно избежать их, они решили выбрать малолюдное место. После этого они отправились в одну из ваифанских компаний по изготовлению бумажных змеев, где они хотят сделать огромного змея, чтобы Масяо Шу смогла подняться на нем в небо. Там они познакомились с известным в городе потомственным мастером по изготовлению змеев, господином Ван Юн Сюнем, который является рекордсменом книги Гиннесса, как изобретатель воздушного змея длиной 2,5 километра. Под его руководством Нинь Юань и Масяо Шу хотят завершить эксперимент по подъему в небо бумажного змея с человеком. Наши испытатели решили сделать змея шириной 6 метров. Закрепить на нем манекен и посмотреть на результат. Если он будет успешным, Масяо Шу сама попробует взмыть на нем в небо. Субтитры подогнал «Симон» Когда благодаря усилиям всех работников змей был готов, на улице уже стемнело. Сильный ветер создал огромные трудности для изготовления нашего змея. Поскольку вечером пускать змеи нельзя, испытатели решили перенести эксперимент на завтрашнее утро. Май и Нина абсолютно уверены в своем змее, но сможет ли он взлететь с манекеном на борту? В сегодняшней программе наши испытатели Ниньюани Масяо Шу отправились на родину китайского традиционного воздушного змея, город Вайфан, провинции Шандун. Здесь они попробуют запустить воздушного змея вместе с Масяо Шу в небо и рассмотреть проблемы безопасности и скрытые угрозы, которые могут возникнуть во время этого процесса. Давайте посмотрим, справятся ли они. На следующий день наши испытатели приехали в парк болотных угодий Байланхэ. Здесь красивые пейзажи и немноголюдно. Городские автомагистрали далеко, и нет линий высокого напряжения. Вокруг только трава. В общем, очень подходящее для эксперимента место. При помощи мастера Вана Майя Нинь собирает змея и закрепляет в центре него манекен. Никто из присутствующих здесь никогда еще не запускал в своей жизни 6-метрового змея. Для того, чтобы удержать такую огромную конструкцию при сильном ветре, потребуется усилие 5-6 человек. Чтобы у змея было необходимое для подъема воздуха тяга, ребята пригласили на помощь 10 человек. У нас все готово. Эксперимент начинается. В этом эксперименте наш 6-метровый змей при помощи нашей команды пытался взлететь вверх. Но, к сожалению, не получилось, и змей рухнул манекеном вниз. Если бы на его месте была Мася Ошу, то она бы получила серьезные травмы головы и шеи. Что же пошло не так? Почему большой воздушный змей не смог даже взлететь? И если змей не смог оторваться от земли с манекеном, как он сможет подняться в воздух с Мася Ошу? Похоже, что затея с подъемом воздуха человека на воздушном змее неосуществима. Пока все стояли, не зная, что делать, Мастер Ван убрал две боковые рейки, а затем еще половину рейк с нижней части крыльев. Давайте посмотрим, окажется ли новое введение Мастера Вана полезными. И сможет ли наш змей в итоге взлететь? Готовы? Поехали! Отпускаю! Полет длился всего 4 секунды. Но хотя бы взлетел. Я думаю, что начальная скорость была низкой, но с человеком он взлетит. Я не отрицаю, что он взлетел, но полет длился всего 4 секунды. К тому же, кто там хлопает? Вы думаете, у нас уже все получилось? А вы думали о том, что на его месте должна быть я? Он ведь только что сел на голову. Вы считаете это надежное приземление? Я думаю, нет. Как говорится, языком болтать, не мешки ворочать. На словах это легко, но если он на самом деле взлетит, как меня к нему прицепить? Как сделать мое положение устойчивым? Что делать, если сорвусь? Эти вопросы нужно решить. Мы найдем выход, идем. Ну, пошли. В этом эксперименте, когда наши помощники отпустили змея, он вместе с манекеном взлетел в небо. Но, продержавшись там всего 4 секунды, рухнул на землю. Мастер Ван убрал часть реек из каркаса, и змей взлетел. Почему так случилось? В чем тут загвоздка? Изначально каркас змея, которого изготовили Масяо Шуи Нин Юань, был мягче, чем его корпус. Поэтому змей не мог выдержать поток ветра, как единая плоскость, а крылья змея в полете выгибались на 90 градусов. Когда мастер Ван убрал две рейки из каркаса крыльев, крылья перестали сдерживать два встречных потока ветра, и основная, направленная против ветра часть змея, таким образом, смогла остаться в одной плоскости. Поэтому во время второго испытательного полета сила сопротивления воздушного потока, действующая на крылья, уменьшилась. Возникла огромная подъемная сила, и змей смог взлететь. Но, несмотря на то, что змей смог подняться в воздух, испытатели заметили, что подъемная сила у змея очень маленькая. В полете он очень нестабилен и быстро падает. Над решением этих проблем еще предстоит поработать. Идея о том, чтобы посадить Мася Ошу в этот змей и подвергнуть ее здоровье огромному риску, была отвергнута единогласно. Какой же способ тогда выбрать, чтобы поднять Мася Ошу в небо на воздушном змее? Оказалось, что у господина Вана в загажнике припрятан его собственный огромный воздушный змей. Мастер был настолько в нем уверен, что и Майя Нинд сильно воодушевились. Но что это за змей и сможет ли он поднять Мася Ошу в воздух? Больший размер змея означает необходимость в наличии большей площади для безопасного запуска. Поэтому господин Ван предложил отправиться в прибрежный район Вайфана, где есть огромный искусственный пляж, подходящий для запуска воздушных змеев. Никто не знает, какой будет тяга у столь большого воздушного змея. Поэтому если не приготовить план полета, может случиться большая беда. После обсуждений со всеми службами, наши испытатели решили сделать все следующим образом. В начале 22-метровый змей взлетит в воздух. Затем с помощью металлической рамки Мася Ошу подвесят на нижнюю часть нитки. По мере движения змея вверх, Мася Ошу тоже будет подниматься вверх. На ее теле будет закреплен фиксирующий пояс, к которому будет прикреплен страховочный трос, брошенный от подъемного крана, чтобы когда змей начал спускаться, Мася Ошу тоже безопасно приземлилась. На землю предлагается положить пустые картонные коробки, чтобы смягчить удар при приземлении и гарантировать мягкую посадку. Наши испытатели лично руководят процессом создания защитной подушки. Они хотят уложить 16 пустых картонных коробок в два слоя, чтобы затем несколько человек крепко перевязали их скотчем. Тем временем волонтеры, участвующие в эксперименте, контролируют, чтобы Мася Ошу была в полной безопасности во время испытания. Работники обтянули железную рамку, на которой будет находиться Мася Ошу, пенопластом, чтобы рамка не поранила ведущую при раскачивании. К эксперименту все готово. Мася Ошу решила лично убедиться в степени прочности рамки. А работники в это время прикрепили к низу рамки два троса, чтобы стальная конструкция не раскачивалась и не закручивалась, когда ведущая будет находиться в ней. Воздушный змей Мастера Вана 22 метра в ширину и больше 40 метров в длину. Его каркас сделан из трубок из углеродистой стали. Заставить такого огромного змея взлететь – задача не из легких. Вес змея больше 150 килограммов, расстояние разбега для взлета больше 100 метров. Поэтому запустить его будет крайне непросто. Что еще более неприятно, команда Мастера Вана сейчас не может помочь своему наставнику, и с этой задачей приходится справляться работникам нашей программы. Трудность и опасность запуска воздушного змея подобного размера не подлежат сомнениям. Для того, чтобы контролировать его в воздухе, понадобится 10 человек. Все звенья должны действовать слаженно. Под руководством Мастера Вана все рабочие провели подготовительные работы. Давайте посмотрим, сможет ли змей взлететь. За границей воздушные змеи меньших размеров спокойно поднимали людей в воздух. Сможет ли наш змей выполнить свою задачу? Чтобы обезопасить собравшихся зевак от получения травм, Ниньюань с членами группы огородили заградительные линии район запуска, а также поставили предупреждающие знаки рядом с границей экспериментального полигона, чтобы невольные зрители держались подальше. Кроме того, с высоты за безопасностью будет наблюдать специальный работник, который будет постоянно на связи с рабочей группой, тем самым обеспечивая безопасность и успешность нашего эксперимента. Поскольку размер у нашего змея немаленький, тянуть его руками будет опасно, поэтому съемочная группа арендовала 10-тонный бульдозер, огромные колеса которого спокойно проедут по песку. После того, как канат от змея был прикреплен к бульдозеру, все подготовительные работы были закончены. Сможет ли наш змей взлететь? Сможет ли такое огромное количество людей действовать настолько слаженно, чтобы поднять его в воздух? Надо понимать, что если столь большой змей потеряет управление, то всем работникам может грозить большая опасность. Канат для управления змеем состоит из 20-тоненьких веревок, и каждую перед запуском нужно привести в надлежащее состояние, потому что если они спутаются, то это будет неудача. Работники и волонтеры, убедившись в том, что мероприятия по технике безопасности до запуска и после него осуществлены, приготовились запускать нашего огромного воздушного змея. Готово? Поехали! Быстрее, 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 быстрее! По неизвестной причине полетевший косо-воздушный змей все-таки смог взлететь, но быстро повернувшись на восток, пролетел мимо скопления людей и упал на стоянку в 20 метрах от толпы зевак. Почему же упал змей и смогут ли ребята завершить эксперимент с полетом человека? Из-за мощного удара об землю каркас змея из углеродистой стали не выдержал и поломался. Главная балка была очень сильно повреждена. Балку, которая находилась в нижней части змея, порвала на 7 частей. Эксперимент еще не был завершен, а его главный участник был настолько поврежден, что дальнейшее проведение эксперимента оказалось под вопросом. Согласно гипотезе мастера Вана, упадение змея было три причины. Первая. Один из волонтеров вовремя не отпустил змея, что привело к его наклону, в результате чего потерявший баланс змей в конце концов рухнул на землю. Вторая. Из-за того, что во время взлета направление ветра изменилось, змей потерял баланс и упал на землю. Ну и третья. Когда направление ветра изменилось, бульдозер не смог быстро изменить направление движения и вытянуть змея в воздух. Чтобы продолжить эксперимент, мастер Ван начал вместе с группой ремонтировать змея. Урон при падении ему был нанесен настолько существенный, что в ремонтных работах принимали участие все. На то, чтобы починить змея, ушло примерно два часа. В этот раз, для того, чтобы быстрее среагировать на изменение ветра, члены съемочной группы пригнали быстрый внедорожник. Ани Ньюань вместе с другими рабочими развернул змея в направлении ветра. Все вновь готово. Давайте посмотрим, взлетит ли он на этот раз. Отпускаем, отпускаем. Быстрее. Вперед, вперед. Еще, еще вперед. Ура! Получилось! Мы сейчас попробовали потянуть за канат. Одному его невозможно сдвинуть. Поэтому я думаю, что повесить на него Масяо Шу не проблема. Нашему джипу, который тянет змея, очень трудно двигаться вперед. Хотя вес машины примерно две тонны, во время эксперимента для обеспечения нужной тяги был включен режим 4ВД. А работники тем временем пытались прижать канат к земле. Лишь только после этого джип начал медленно продвигаться вперед, пока его колеса, наконец, не увязли в песке. Машина не могла сдвинуться с места, что свидетельствовало об огромной силе тяги нашего змея. Глядя на парящего змея, Масяо Шу просто сгорала от нетерпения завершить эксперимент с полетом человека на воздушном змее. Но тут случилось нечто неожиданное. Смотри, ветер начинается. Не торопитесь, не тяните веревку. Будьте! Будьте! Не тяните! Осторожно! Ох, он упал! Ничего страшного, все нормально. Почему змей вдруг снова упал? Причина кроется в том, что нейлоновый канат для удержания змея, который состоит из многих тоненьких веревок, перекрутился. А никто во время подготовки к эксперименту не потрудился его раскрутить. Когда змей находился в воздухе, по вытянутой нейлоновой веревке контролирующим змеям веревкам передалась вращательная сила, что привело к спутыванию контролирующих веревок, крену змея влево, а следовательно, потере баланса и падению. Эту версию также подтверждает тот факт, что во время падения змея все контролирующие веревки были спутаны. Похоже, что для подобных змеев поддержание баланса – это ключевой элемент безопасного полета. На этот раз змей получил еще более серьезные повреждения, и эксперимент с полетом Масяо Шу опять пришлось остановить. Время у нас поджимает, поэтому все немного нервничают. Знаешь, я когда разговаривала с мастером Ваном, я поняла, что у нас будут проблемы. Когда я узнала, что проектировщиков, которые помогали мастеру Вану сделать этого змея, не будет на площадке. Сегодня здесь те, кто никогда не собирал этого змея. Это самая большая проблема. Я думаю, что сконструировал его господин Ван без ошибок, но его команда не здесь. Поэтому я боюсь, что наша команда собрала его неверно. А так змей отличный. Сегодня нашим испытателям не удалось поднять воздушного змея еще выше, и Масяо Шу не смогла претворить свою идею в жизнь. Этот эксперимент — это вызов мечте, который обнажил основные принципы полета воздушного змея. Его проведению сегодня мешало множество помех, а для хорошего полета, для осуществления нашего эксперимента нужны были встречный ветер, сбалансированная конструкция и другие необходимые условия. Эксперимент несет в себе опасность. Все его этапы проходили под контролем специалистов по безопасности. Поэтому, дорогие друзья, ни в коем случае не пытайтесь повторить его самостоятельно. Когда вы весело запускаете воздушного змея, помните, что нитка от него таит в себе огромную опасность. Если производить запуск в неположенном месте, то эта острая нить может в мгновение ока превратиться в палача у нас над головой, ставя под угрозу вашу жизнь и здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Для этих стариков, которые пережили ужасы войны, тяжелая память о тех событиях останется с ними навсегда. А мы, в свою очередь, надеемся найти здесь хоть какие-то зацепки. Мы продвигаемся на север, через деревню Сюнцятси, чтобы встретиться с еще одним человеком, который живо заинтересовался историей Евгения Опасова. Его дед в свое время руководил операциями по спасению советских летчиков. Мы находимся в деревне Годзиатсунь, расположенной в районе поселка Сяншань уезда Синьцянь. Семейный клан Го живет здесь уже на протяжении многих поколений. В какой-то период времени директором местной начальной школы был человек по имени Годжи Мин, все предки которого занимались рыболовством. Он рассказал нам о том, что его дед оказывал помощь сбитым советским летчикам. Семейный клан Годзиатсу Играет музыка. Услышав историю Евгения Опасова, Годжимин захотел помочь нам отыскать письменное подтверждение прошлых событий. Он надеется, что среди летчиков, которых когда-то спас его дед, был и Константин Опасов, ведь он всем сердцем хочет помочь сыну советского летчика. Евгению Константиновичу было всего пять лет, когда отец навсегда его покинул. По его словам, Константин Опасов принял свой последний бой 4 июля 1938 года. Его самолет был подбит японцами, и он выпрыгнул с парашютом над озером Паянху. А спустя три дня жители окрестных деревень выловили его тело из воды. Это все, что Евгений Константинович знает о гибели своего отца. Со временем многое забывается, но миролюбивый китайский народ никогда не забудет той помощи, которую ему оказали советские герои. Слышала ли она историю о летчике, которого вытащили из озера? А в каком именно уезде? Вам вас не уточняли просто, что в озере Пойянху и все? Нет, просто Пойянху и все. Что очень большое озеро. Но видите, это вам-то, наверное, не особо поможет, этот бомбардировщик. Это мы не на правильном пути. Просто мы узнали, что она здесь живет и приехали сюда. Может быть, как говорится, дело случая. Дело случая, да. Дело случая. Об этом и журналисты. Для Евгения Константиновича найти могилу отца – это священный долг. Именно поэтому он не сдается, несмотря на множество трудностей, с которыми связаны поиски. А мы будем и дальше искать и помогать ему в знак уважения ко всем советским героям, которые пали, сражаясь против японской агрессии на территории Китая. Я хочу знать, где захоронен мой отец, потому что это мой долг. Вместе с вами и я будем на правильном пути. Евгений Константинович попросил нас о помощи. И мы отправляемся в путь по местам, где жили и сражались советские летчики-добровольцы. Мы постараемся узнать как можно больше о спасении советских летчиков на территории Китая. Это уезд Иян, расположенный в северо-восточной части провинции Цзянси. По словам местных жителей, выживших советских летчиков отправляли в Нанчан со старой станции в уезде Иян. Сначала летчики отказывались от помощи местных жителей, но вдруг услышали, как кто-то стал напевать интернационал. И тогда летчики поняли, что они среди друзей. Это лишь одна из историй советских героев в уезде Иян. Впоследствии с помощью госпожи Джан Сайлянь мы взяли интервью у местных жителей, а также поговорили с людьми, которые занимаются изучением истории. Чтобы помочь нам в поисках, сотрудники местных учреждений дали нам контакт одного пожилого человека, которому уже 84 года. Мы пригласили его на то самое место, где упал самолёт в надежде на то, что это поможет ему вспомнить, что же произошло тогда, в конце 30-х годов прошлого века. Отец и тесть Хуан Лунзиня помогали советским лётчикам в уезде Иян. И рассказ пожилого человека заполнил очередные пробелы в истории советских лётчиков в Китае. Я не знаю, что это было. Я не знаю, что это было. Я не знаю. Я не знаю. Так, по крупицам мы собирали информацию о советских лётчиках. Все местные жители искренне хотели нам помочь, в том числе Ян Си Цзю, которому уже 92 года. Он попросил нас показать ему фотографии Константина Опасова. Я не знаю, что это было. Согласно архивным документам уезда Иян, в начале августа 1938 года два советских бомбардировщика совершили вынужденную посадку в этих местах. Один из них приземлился на поле в районе Гасифань, а один на склоне холма. Всего было три лётчика, из них один погиб. Два выживших пилота оказались в незнакомых местах. И только когда они встретили китайских местных жителей, совершенно безоружных, вздохнулись облегчением. Один из пилотов показал им охранную грамоту, в которой было написано по-китайски, что этим людям должны оказывать любую помощь местные жители и администрация. Так, при содействии местных властей, эти два лётчика были спасены. Погибшего положили в гроб и перевезли в Нанчан. В уезде Иян нам удалось восстановить примерную картину спасения советских лётчиков. В поисках информации о Константине Апасове мы, надеемся, услышат ещё больше подобных историй. Во Втором историческом архивном бюро хранится ряд документов, относящихся к эпохе антияпонской войны. Здесь мы нашли доклад о боевых действиях советских лётчиков-добровольцев в Китае, который был напечатан в книге «На фронтах антияпонской войны». В нём написано, что в июле 1938 года был всего один воздушный бой, который состоялся 23 июля. За этот год мы также нашли в книге множество записей о воздушных битвах, когда советские и китайские лётчики вместе сражались против японских захватчиков. Согласно этим данным, уже тогда народы Китая и Советского Союза заплатили большую цену за отражение фашистской агрессии. Многие советские герои навсегда остались в Китае, и китайский народ в знак признательности построил в их честь стелы и памятники в разных городах Китая. Командира отряда советских лётчиков Григория Кулешенко нашли местные жители и похоронили его в городе Ванчжоу на берегу реки Янзы. Его дочь узнала о том, что её отец погиб в Китае только после того, как в 50-е годы прошлого века услышала от одного из китайских студентов в СССР хвалебную песнь, посвящённую её отцу. Я хочу сказать огромное большое спасибо всем жителям Китая за то, что так бережно и тепло относятся к памяти моего отца, лётчика Кулешенко Григория Акимовича, который воевал в Китае и погиб там в 1939 году и похоронен в городе Вансян. 20 лет мы считали, что отец пропал без вести. И только благодаря господину Джоуи Ли, сокушнику моему, мы узнали, когда, где и как погиб и похоронен мой отец. Для нас было это очень важно и дорого. Мы приехали с мамой в Китай в 1958 году. Затем я приезжала туда с дочкой. И всё время чувствовали, как бережно и тепло относятся к памяти моего отца, как чтут его. У памятников всегда живые цветы, маленьких детей принимают в пионеры, солдаты принимают присягу. И я поняла, что действительно его чтут как настоящего героя. Мы встретились с младшим братом Годжи Мина, господином Годжи Ченом, с которым собираемся вместе отправиться в посёлок Учен, чтобы пообщаться там с ещё одним человеком, который тоже, возможно, поможет нам в наших поисках. Это никто иной, как дядя Годжи Мина. 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 Китайский народ считает, что историю нельзя забывать. В этом мы убедились, познакомившись с такими людьми, как Годжи Мин, Цзян Вэн Лань, Джан Вэй Цюнь и многие другие. Все они по крупицам собирают информацию, ищут и находят, чтобы героические события прошлых лет оставались в памяти и будущих поколений. Единственную дорогу Учен затопило, и нам пришлось искать другие способы передвижения. Пока эта зацепка наиболее полно соответствует тому, что нам говорил Евгений Константинович. Мы также надеемся, что сможем восполнить пробелы и в истории деда Годжи Мина о спасении советских лётчиков. И кто знает, возможно, одним из спасённых окажется Константин Апасов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 В апреле 2016 года редакции китайских газет «Дзянь Си Души Бао», «Ухань Вань Бао» и «Ян Цзи Вань Бао» помогли Евгению Апасову в поисках информации о его отце. Именно тогда мы вышли на профессора Дзянь Вэн Ланя, специалиста по истории антияпонской войны. В книге «Дзянь Вэн Ланя» «8 лет антияпонской войны в провинции Дзянь Си» упоминается имя Константина Апасова. Говорится, что 23 июля из-за технических неполадок его самолет разбился, а летчик погиб. До сих пор у нас есть три наиболее вероятные даты гибели Константина Апасова – 23, 7 и 4 июля 1938 года. По поводу обстоятельств его гибели есть две основные версии. По словам Евгения Апасова, самолет его отца был подбит японскими самолетами. Сам летчик спрыгнул с парашютом, но был расстрелян в воздухе и упал в озеро Паянху. Такая информация была и в мемуарах советских летчиков-добровольцев. Вторая версия – та, что упомянута в книге господина Дзяна, а также в авиационном архиве 2004 года. По совету «Дзянь Вэн Ланя» мы направились в библиотеку провинции Дзянь Си и обратились к периодическим изданиям эпохи антияпонской войны. За этот период в прессе были сообщения о воздушных боях, однако никаких новых зацепок нам найти не удалось. В настоящее время мы не можем сказать наверняка, является ли летчик Апасов упоминаемый в архивных данных отцом Евгения Апасова. Однако среди советских летчиков-добровольцев был всего один человек по фамилии Апасов. Это была вся информация, которую нам удалось собрать. Затем мы связались с корреспондентом газеты Дзянь Си Душибао в надежде получить новые зацепки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не заходите, а из-за лица больше? Это северная страна. Я северная страны! Ну, поделись в дом. Это северная страна, и в такомWorkмеде в доме, в Союзе неожиданно. Да, это строительство ничего. Да, это строительство… Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почти 80 лет – это долгий срок, и многие события затерялись в лабиринтах истории. Однако предание о захоронении советских летчиков или о русской могиле – живое по сей день. Родственники погибших летчиков однажды прислали нам список советских добровольцев, погибших в Китае. Согласно архивным данным, среди них было 28 человек, похороненных в Нанчане. Но пока нам не удалось подтвердить информацию об этих людях. Возможно, Константин Апасов входит в число этих 28 героев. Но это нам еще предстоит выяснить. Согласно статистике, с 1937 по 1941 года в разное время на территории Китая было около 3000 военных советников и специалистов, а также около 2000 летчиков-добровольцев из СССР. Среди них 200 летчиков покоились вечным сном на земле Китая. Все их имена записаны в Нанкинском мемориале погибших летчиков. До сих пор в Китае продолжают искать летчиков, о которых нет информации, но которые внесли свой вклад в борьбу с японской агрессией. К этой работе, как и к нашим поискам, присоединяется все больше людей. Никто из героев не будет забыт, и мы от всей души благодарим их за помощь миролюбивому китайскому народу. За ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Знакомый дом, зеленый сад. Субтитры создавал DimaTorzok В этом выпуске «Едем в Китай» я отправлюсь на северо-запад Китая, чтобы побывать в пустынном мире региона Нинся. Там я познакомлюсь с необычными способами превращения песчаных барханов в настоящий рай посреди пустыни. Думаю, что лучшего вида просто не найти. Тут и дюны, и река Хуанхэ, и вдалеке эта огромная горная гряда. Мы находимся в Нинся. Когда мы слышим это название, многим из нас на ум приходят прекрасные пустыни, а также плодородные фермерские хозяйства. Потому что на протяжении столетий местные жители пытались приспособиться к этой экстремальной и контрастной среде. И им это удалось. С вами Тяньжань. Вы смотрите «Едем в Китай». Добро пожаловать в Нинся. Нинся-Хуэйский автономный район расположен на севере Китая. Это один из самых небольших регионов страны. Дни здесь длинные, сухие и невероятно жаркие. А все потому, что близко пустыня. Вот и климат соответствующий. Так, а это довольно неожиданно. Я к тому, что обычно, когда мы говорим про оазис, мы имеем в виду озеро посреди пустыни. Но здесь у нас пустыня, которая окружена озером. Вообще-то, я впервые в жизни вижу подобный ландшафт. Озеро Шаху было образовано рекой Хуанхэ. Песчаные участки, на которых вы можете видеть растительность, образовались на месте эродированных остатков старого русла Хуанхэ после его смещения. Песок здесь, такой же, как и в пустыне Тенгэр, на дальней стороне гор Хэлайншань, которые у нас за спиной. Мы находимся вблизи горного перевала. Это нижний участок склона. Песок надувало суда ветром, поэтому со временем он и образовался. Довольно удивительно встретить в пустыне заповедник для птиц. Но мне достоверно известно, что два из пяти маршрутов перелетных птиц в Китае проходят именно здесь. Шаху буквально означает «песчаное озеро». Ну и если вы не птица, то единственный способ перемещения здесь – это лодка. Что очень здорово, так как вы проедете мимо камышей с птичьими гнездами. Время от времени вы даже заметите, как эти пернатые вылавливают креветок и рыбу, которых полно на мелководье Шаху. А это что такое? Это спасательный центр и больница для птиц. Наши работники приносят сюда всех раненых птиц, которых они находят. Если вы посмотрите вверх, то увидите, что там есть большая дырка. Да. Как только птицы поправятся, они могут улететь. Я смотрю, у вас тут много черных лебедей. Да. Они прилетели сюда из Австралии. Они относятся к перелетным птицам. Ох уж эти беззаботные лебеди. Честно говоря, они здесь не единственные, кто наслаждается этой прекрасной средой. Каждый год сюда прилетает 198 видов птиц. С июня по ноябрь всего на озере Шаху можно насчитать полтора миллиона пернатых. Наиболее часто здесь встречаются серые цапли. Они становятся очень привередливыми, когда возникает пора гнездования. Но если они уж выбрали место для этого, то станут возвращаться в него год за годом. Если честно, я вообще такого не ожидал. Я всегда считал, что пустыня — это бесплодная земля и непригодное для жизни место. Я думал, что в ней вообще никто не может жить. Но все оказалось совсем наоборот. Она полна жизни, и воды тоже, что уже довольно удивительно. В 60 километрах от Шаху находится Инчуаньский музей современного искусства. Он тоже тесно связан с рекой Хуанхэ. Точнее, его дизайн. Волнообразная отделка символизирует слои осадочных пород, которые скапливались веками по мере изменения русла реки. Сейчас здесь разместилась выставка, посвященная экологии пустыни. Когда художница изучила этот регион, она решила воссоздать местное жилище. Посредством него она показывает, как примитивные строительные материалы позволяют нам оставаться нетронутыми высокоразвитым современным обществом. Если после нашей смерти эта область превратится в пустошь, то и этот дом тоже вернется к природе. Поставив сюда этот дом, его автор пытается изучить связь между прогрессом, условиями нашей жизни и природой. То есть, фактически, она ставит перед собой вопрос. В Инчуаньском музее – это вторая подобная выставка. В первой даже приняли участие такие знаменитости, как Анишхапур и Йокоона. На этот раз кураторы сделали акцент на странах, в которых есть пустыни. Большинство из них – страны Центральной Азии. Это интересный взгляд на то, как нас формирует среда, в которой мы живем, и на то, как разные культуры мира относятся к пустыням. Выставка не ограничивается экземплярами, расставленными внутри музея. Вау! Вау, боже, сколько здесь зелени! Сложно поверить в то, что мы находимся возле пустыни. С этой вышки открывается вид на место под названием Сихайгу, которая, вероятно, отличается самыми суровыми условиями для жизни во всем регионе Нинся. Но, как мы сами видели на выставке, люди способны выжить в любых условиях. Главное – сила воли, и тогда ничего не страшно. Северная часть региона Нинся занята в основном пустынями Тенгер и Ордос. В этом месте река Хуанхэ делает крутой поворот. Благодаря этому появились такие живописнейшие уголки, как заповедник Шапотоу. Сегодня этот район является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в Нинся. Боже, какая красота! Такое ощущение, что мы попали на другую планету. Здесь вы можете покататься на сэндборде или проехаться на верблюде, но этот вариант не сравнится ни с чем. Лучшего способа погонять по пустыне не найти. Держитесь крепче! Я-ху! Опа-на! Если в прошлом пустыня для путешественников была настоящим адом, то сейчас это одно из лучших мест отдыха и развлечений. Опа-на! 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 Однако у этого места развлечений есть одна проблема. Оно расширяется. На протяжении многих лет люди пытались остановить его рост. И вот несколько десятилетий назад они совершенно случайно нашли способ, как это сделать. А помогла им в этом песчаная буря, которая унесла с собой всё, кроме соломы, которую всего лишь нужно было закопать в песок. Шапатоу известен на весь мир благодаря контролю за пустыниванием. Весь мир берёт пример с Китая в том, как нам удаётся обуздывать разрастание пустынь. Внутри страны пионером в этой области является Шапатоу. Этот несложный метод, придуманный китайцами сегодня, применяется в таких странах, как Южная Африка, Саудовская Аравия и Египет. После долгих экспериментов они поняли, что решётка из соломы размером метр на метр – это самый эффективный способ. И вот как это выглядит. Солому надо укладывать тонким слоем. Песок очень неподатливый. Если взять много соломы, то вы её не сможете закопать. Если слой будет тонким, то солому унесёт ветром. Лопата должна заходить в песок вертикально, потому что так будет меньше сопротивления. О, она гнётся. Сначала надо слегка надавить на неё, а потом ногой с силой копнуть. Вы должны прочно держать рукоять, иначе лопата выскользнет и поранит вам ногу. После того, как мы закопали солому, нам нужно присыпать её песком, чтобы удержать на месте её корни. От этого она будет приподнятой. Нам нужно, чтобы она была на расстоянии 15-20 сантиметров от песка. Ну и чтобы закончить нашу соломенную стену, нужно посадить в эти решётки выносливые пустынные кустарники. Вообще довольно интересно, что когда дело доходит до изобретений, у вас часто случаются моменты озарения. И как правило, это происходит, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Сложно представить, что какая-то соломка способна остановить целую пустыню. Но думаю, что мало-помалу вы действительно можете сделать такое насаждение, которое предотвратит её расширение. Далее в программе я узнаю, как древние люди подчиняли себе реку Хуанхэ и использовали её, чтобы превратить пустыню в плодородную землю. Какой бы прекрасной ни была пустыня, жизнь невозможно представить без воды. И здесь у нас не только оазисы, но и могучая Жёлтая река, которую китайцы называют матерью своей цивилизации. Хуанхэ образует южную границу пустыни Тенгэр, фактически отрезая её от остальной части Нимся. Однако ещё в древние времена некие умные ребята нашли способ, как добраться с одного берега на другой. Что это такое? Похоже на кучу свиней, связанных друг с другом. Нет, это самый ранний вид транспорта на реке Хуанхэ. Это овчинный плод. А сколько им здесь уже пользуются? 2100 лет. Во времена династии Западная Хань и берегов Хуанхэ жил один кочевой народ. Эти люди делали мешки из овечьей шкуры, чтобы хранить в них воду, вино и зерно. Затем какой-то умный воин заметил, что мешки, наполненные водой, не протекают. После этого ему пришла в голову одна идея. Он вылил из мешков воду, надул их и связал между собой в виде плота. Плот получился очень лёгким и мог выдержать около тонны. Звучит довольно безопасно. Это нога? Чтобы мешок был водонепроницаемым, в него добавляют смеси с солёной воды и масло. Соль играет роль консервирующего вещества, а масло увлажняет шкуру и сглаживает её шероховатости. О, вау. Неплохо. У него такой странный запах. Какой-то кислый вкус и запах старой кожи. Губы уже пора просовывать туда. Да. Ужас, что подумает моя жена. Всё, ребята. Такое ощущение, что у меня кто-то умер во рту. Всё, хватит. Да, я действительно почувствовал вкус масла и соли. Выглядит довольно интересно. Я ездил на самых разных плотах, но на плоту, который сделан из овечьей шкуры, я точно поеду впервые. Хотя на вид он прочный. На первый взгляд плот очень устойчивый. В общем, это такой древний аналог современной резиновой лодки. Здесь довольно удобно. В те времена, наверное, таких мягких сидений у них не было. Очень неординарный способ использования окружающей среды и природных ресурсов. Наш лодочник поёт популярную народную песню про Хуанхэ. Эти простые слова напомнили мне о необъятности и мощи этой реки, а также её жизнестойкости и трепети, которые она вселяет в людей, живущих на её берегах. После бескрайних пустынь и дюн Шапотоу мы вдоль Хуанхэ продвинулись дальше на север. А вон там находится южная оконечность гор Хеланьшань. Поэтому мы ещё успеем разглядеть эти горы и эту долину. В этом месте люди придумали ещё много других удивительных способов использования воды из этой реки. Здесь, на севере Нинся, действует обширная ирригационная сеть, которую построили, чтобы брать драгоценную воду из этой реки. Это гидроэлектростанция Цимлунся. Её строительство положило конец бесплатенной ирригации, которая существовала в Нинся 2000 лет. В прошлом площадь орошения в Нинся составляла 930 квадратных километров. Сегодня она выросла до 4600 квадратных километров. На протяжении нескольких веков ирригационная система Хуанхэ перестраивалась и улучшалась огромное количество раз. Сегодня это один из старейших в мире оросительных проектов, который по-прежнему работает. Цинский канал был частью первой ирригационной сети Нинся. Ему 2300 лет. И он всё ещё работает? Да, это правда. Это невероятно. Это просто невообразимое чудо инженерной мысли. Я думаю, что именно благодаря этому регион Нинся сегодня стал таким, какой он есть. Нинся-Хуэйский автономный район – один из самых бедных регионов Китая. В основном это связано с нехваткой воды. И всё потому, что Хуанхэ протекает только через северную часть Нинся, оставляя южную сухой и истощённой. Поэтому испытываешь настоящее удивление, когда видишь всю эту буйную растительность. На самом деле этот маленький уголок Нинся веками считался важной базой производства риса. Благодаря местному ирригационному проекту фермеры могут выращивать рис в пустыне. Хуанхэ для них в буквальном смысле слова – кормилица. В давние времена наш рис подносили в качестве подарка императору. У него отличное качество из-за превосходной почвы. Рис, который растёт в зелёной почве, лучше, чем тот, который растёт в лесовом грунте или в песке. В нашем регионе никогда не бывает засух. Из-за этого наш рис не клейкий. Вы можете распробовать каждое отдельное зёрнышко. Я сейчас сварю его, чтобы вы попробовали. Спасибо. В самых засушливых районах Нинся местные жители говорят, что если нет дождя, то нет еды. Во многих смыслах пробовать этот рис – настоящая роскошь. Попробуйте наш рис. Спасибо, большая чашка. Мы сами его выращиваем. Он довольно вкусный, совсем не клейкий. На самом деле он очень вкусный. Вы сможете распробовать каждое зёрнышко. Честно говоря, до того, как я сюда приехал, я часто слышал, что Жёлтая река – это колыбель китайской цивилизации. И это сложно понять до того, пока ты сам здесь не побываешь и не увидишь, что Хуанхэ смогла превратить бесплодную пустыню в плодородную землю и благодаря этому дать пропитание очень многим людям. Ну и под конец этого дня дать нам большую чашку риса. Пахнет вкусно. Неудивительно, что это был дар императору. Тогда надо съесть побольше. Далее в программе я узнаю о важности гор Хелланшань и кое о чём особенном на их вершинах и у подножия. Мы проделали путь от плавучих песчаных дюн до бескрайней реки Хуанхэ, и вот, наконец, добрались до самого непоколебимого пункта – гор Хелланшань. Своим огромным размером они практически полностью блокируют пустыню с той стороны гор и вторгаются на плодородные равнины Нинься с этой стороны. Хелланшань – это ещё и прекрасное место для пешего туризма. Я приехал в национальный лесопарк Су-Юй-Коу. Отсюда вы сможете добраться до нескольких пиков этой горной цепи. Они не слишком высокие, но один из них, пик Дзинь-Дин, выполняет особую функцию. Ну вот мы и пришли. Это единственная метеорологическая станция в Нинься, до которой нельзя доехать на машине. Поэтому, собственно, я и забрался сюда. В обязанности этого мужчины входит сбор всех метеоданных на данной станции. Это нужно для измерения дождевых осадков. Горы Хелланшань делят регион на мусонную и немусонную зоны. Количество атмосферных осадков на севере и юге Нинься сильно отличается. Я не завидую его работе. Фубинь должен быть здесь и в дождь, и в солнечную погоду, и в песчаную бурю. У вас тяжёлая работа, вам приходится собирать данные, когда идёт дождь. Да. Я должен быть уверен, что эти инструменты чистые. Кроме того, здесь наверху проблемы с питьевой водой. Только вчера я принёс сюда свежей воды. Мы всегда стараемся запасти побольше воды. Фубинь с супругой живут здесь наверху круглый год. Он отвечает за очень важное оборудование, которое измеряет температуру воздуха, влажность, силу ветра, ну и, конечно же, дождевые осадки. Эта работа подразумевает одиночество, но, с другой стороны, в его распоряжении целая гора. Только взгляните на это. Честно говоря, я всегда думал, что пейзаж на горах Холаньшань довольно унылый. Но вид отсюда оказался умопомрачительным. Такое грубое очарование. Сразу становится понятно, насколько важны эти горы для Нинся. Потому что прямо там находится четвёртая по величине пустыня Китая — Тенгэр. И только благодаря этой горной цепи эта часть региона не покрыта песчаными дюнами. Теперь я понимаю, почему метеорологическая станция была построена именно здесь. Погода неожиданно изменилась, и мы можем увидеть, как сгущаются грозовые тучи. Пока не хлынул дождь, мы решили поехать на встречу с ещё одним человеком, чья работа зависит от гор Холаньшань. Здравствуйте! Здравствуйте! У вас очень красивые чернильные камни. Мы берём с гор Холаньшань. Это натуральные цвета? Да. Главная особенность чернильных камней гор Холаньшань это насыщенный и яркий цвет. В основном это тёмно-фиолетовый и оливково-зелёный. Иногда попадаются красные и жёлтые камни. Это зависит от содержания в них железа. Сырой материал найти довольно тяжело. Он встречается только на высоте 2600 метров над уровнем моря и выше. Добыть его могут горники, а это требует 7-8 часов ходьбы туда-обратно. Помимо того, что Холаньшаньский чернильный камень трудно добыть, его ещё и очень тяжело вырезать. Это связано с тем, что внутри камня кроются разные цветовые оттенки. Работа мастера и заключается в том, чтобы раскрыть их. Это проверка на профессионализм и творчество. Верхний слой здесь тёмно-фиолетовый. Далее идёт зелёный, красный, опять зелёный и опять красный. Здесь у нас 5 слоёв цвета. После того, как я закончу резьбу, цветок будет тёмно-фиолетовым. Под ним зелёный слой, поэтому тушечница будет зелёной. Если я продолжу выскабливать отделение для воды, я дойду до красного слоя, который в самом конце. Теперь моя очередь пробовать. Не волнуйтесь, я лишь поскребу слегка сверху. Он такой податливый, что ли, и мягкий, даже не знаю. Я ведь раньше никогда этим не занимался. Но удивительно то, что когда ты смотришь на горы Хеланьшань, они не кажутся шибко красивыми. Они даже лысоватые на вид. И вдруг оказывается, что в них добывают вот такие уникальные камни. Тушечницы считаются одной из четырёх драгоценностей рабочего кабинета и высоко почитаются у китайских каллиграфов. Чтобы получить тушь, в них надо накрошить твёрдые чернила. Но вам вряд ли захочется делать это, когда перед вами окажется такое произведение искусства. Хороший чернильный камень с горы Хеланьшань обойдётся вам минимум в тысячу долларов. Цена на камень ещё лучше может расти до бесконечности. За последние два десятилетия горы Хеланьшань успели прославиться ещё одним продуктом, а именно вином. На самом деле весь восточный склон горной цепи укрыт виноградниками. В определённых кругах Нинця даже называют китайским Бордо. Я нахожусь в Шато-Юаньши, семейной винодельне, в которой, как и во многих других в этом регионе, заимствуют французский опыт для производства китайского вина. Вопрос в том, насколько оно хорошее. Я уже чувствую, какой потрясающий запах идёт из этого бокала. Ваше здоровье. Я немного нервничаю, так как я не эксперт и не нахожу слова для описания этого вина. Но это невероятно. В последние годы в Нинця наблюдается стабильный рост качества винного производства. В 2011 году эта винодельня даже увезла с собой награду с престижного конкурса The Counter World Wine Awards. Китай является крупнейшим рынком красного вина и одним из главных его производителей в мире. По количеству виноделин он уже обогнал Францию. Моя семья живёт здесь со времён моего деда. Тогда здесь находился минеральный рудник. В 1986 году дедушка привёз сюда моего отца и дядю. У вас очень красивое шато. Вся наша винодельня была построена из камня с гор Холленшань. Он уже был здесь до того, как мы её построили. Мы решили использовать этот камень в качестве строительного материала. До того, как мы сюда переехали, здесь повсюду была пустыня Гоби. Только камни, сорняки и ничего больше. По иронии судьбы, именно благодаря нехватке воды в Нинься здесь так здорово приживаются виноградники. Засушливый климат Нинься подходит для выращивания винограда. Кроме того, здесь довольно много солнца. Почва полна камней и гравия, следовательно, здесь хороший дренаж. Камни добавляют в почву минеральных питательных веществ, которые затем впитываются виноградом. В итоге вкус вина получается более насыщенным и сложным. Медленно и верно китайские вина завоёвывают мировое признание. И Нинься в этом плане лидирует во всём Китае. Такой успех служит доказательством тому, что так сильно поразило меня в этом месте. Люди здесь научились извлекать пользу от их сильной связи со своей родной землёй. До того, как я сюда приехал, я думал, что Нинься — это не очень пригодное для жизни местечко. Но всё оказалось совсем иначе. Этот регион защищают горы Хэланьшань и питают воды реки Хуанхэ. Местные жители придумали массу уникальных способов возделывания земель и извлечения максимальной пользы от окружающей среды. И будь то императорский рис или же получившие престижные награды вина, они производят то, что становится эмблемой их родного края и помогает получить ему всемирную известность на многие годы вперёд. С вами был Тяньжань. Надеюсь, вам понравилась наша программа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Всем привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА развлечений в Китае бои сверчков. Многие дети даже содержат их в качестве домашних питомцев. Говорят, что этим увлекались императоры на протяжении многих тысячелетий. Откуда взялось это развлечение и каковы его исторические корни? Для ответа на наш сегодняшний вопрос мы приехали на один из блошинных рынков Пекина. И я сгораю от желания узнать, найдем ли мы здесь боевых сверчков. Я отправляюсь на поиски, а вы следуйте за мной. Вы слышите этот звук? Этот звук говорит о том, что мы уже почти у цели. Пойдемте. А вот и оно. Здравствуйте. Скажите, у вас есть сверчки? Какие вам нужны? У нас боевые, пылевые, желтые, золотистые. У нас их много. Те, что дерутся. Понятно. А для чего эти штуки? Это утварь для сверчков. Ну что оказывается, это вам не просто купить насекомое в коробочке. Тут целая наука. Это домик. Он сделан из глины со дна реки Дэндзян, со специальным дном. Это гнездо. Здесь он спит. Оно тоже сделано из дэндзянской глины. Из этой миски сверчок пьет. А из этой ест. Корм нельзя брать руками. Нужно использовать ложку. Для того, чтобы нанести уборку в домике, нужна вот эта лопатка. Это переносной домик. Если идете в гости или на соревнования, он очень удобен. Это трубка для соломки. Используют их вот так. А я думал, что их используют для того, чтобы помолиться за души умерших сверчков. Нет-нет. В кориде, чтобы разодорить буков, используется красная тряпка. А сверчков дразнят вот этой соломинкой. Вот это вот очень интересная штука. Правда, дырка у нее посередине. Наверное, это какой-то молоток, чтобы добивать поверженного сверчка. А вот эту вещь наверняка оценят дамы, любительницы пособлазнять мужчин. Это специальная сетка. С ее помощью можно достать сверчка из домика. Вот так его выталкиваем и помещаем в другую емкость. О, интересная штука. Это весы для взвешивания сверчков перед боем. Их кладут сюда, накрывают, чтобы они не сбежали, и узнают таким образом их вес. В старину использовали вот такие весы. Сейчас используют электронные. Ну что ж, настал очень ответственный момент. Мне предстоит выбрать сверчка, который станет чемпионом и побьет всех сверчков в округе. Давай, выбирай. Уверена, ты выберешь лучшего бойца. Бери покрупнее, посильнее, с крепкими конечностями. Также нужно обратить внимание на его усы. Они должны быть ярко выраженные. Ноги сильные, шея толстая, а зубы длинные. А я все время хотел узнать, чем же они дерутся. Ну, зубами, конечно же. Смотри, подразни его, и он сразу их покажет. Ну что ж, у нас дилемма. У нас два бойца на выбор. Оба очень взрывные, активные, идущие в бой, отлично работающие челюстями. Прямо не знаешь, что выбрать. Как он звонко стрекочет. Вы слышали этот стрекот? Такой боевой. Я думаю, что это как раз наш парень. Отлично, мы купили себе сверчка. Сейчас найдем ему соперника и обязательно победим, я больше чем уверен. Наш парень не проиграет. Сеси, друзья, вы только посмотрите на этого красавца. Какой агрессивный, напористый, яростный. Я думаю, он нас точно не подведет. Спокойно победит всех. Вот увидите. Твой 0,32 грамма. Мой боец не хочет покидать пределы. Сейчас посмотрим, сколько весит сверчок господина Вана. 7,5. Честно говоря, без шансов. Мой просто тяжелее. Просто один удар. Снизу, сбоку, левый прямой, правый прямой. Готово. Похоже, он в отличной форме. Мой уже тоже готов. Можем начинать в любое время. Оба ринулись в бой. Ого, один из бойцов покинул ринг. Но он еще не проиграл. Пусть немного отдохнет, потом продолжим. Первый раунд закончен. После перерыва нас ждет второй. Стороны меняются местами. Мой не хочет открывать щупики. Нужно посильнее дразнить его солом. Кай, ведь он только что потерпел неудачу. Смотри, зубы показались. Начнем. Твой сверчок проиграл. Подождите, может он еще отыграется? Нет, похоже, он убегает. Ну что ж, к большому сожалению, мой боец проиграл. Большая масса и молодость проиграли опыту и крепким зубам. Скажите, а почему баш оказался сильнее? Выбирая сверчка, нужно брать однодонного, темного цвета с большой головой. Ты выбрал крупного сверчка с большой головой, но у него не было острых ребер. А они должны быть наряду с мышцами. А как тогда повысить его боевые способности? Питанием. За несколько дней до боя можно дать ему мясное блюдо или положить к нему самку. Это повысит его бойцовские качества. Есть ли в бою какая-то стратегия? Во время соревнований, если вам не важен результат, то ставьте своих лучших сверчков в самом начале. Если хотите стать чемпионом, то их лучше приберечь на самый конец. А вы ощущаете связь со своими сверчками? Конечно, я ищу позиции, которые им нравятся. Дразню их палочкой, от чего они стрекочат. Но людям, которые, так сказать, не в теме, этого не понять. Что вас больше всего привлекает в этой сфере? Я занимаюсь этим с самого детства. Мне это очень нравится, эти детские воспоминания для меня самые важные. Какие изменения сверчки принесли в вашу жизнь? Я стал более аккуратным, потому что приходится заботиться о маленьком живом существе, жизнь которого очень хрупка. Спасибо вам, господин Ван, за ваши ответы. Несмотря на проигрыш, я понял, где я был неправ. Через год надо будет еще раз сразиться. Проводя аналогии с профессиональным спортом, прежде чем сверчок выйдет на ринг и покажет все свои бойцовские качества, необходимо его сначала вырастить. И именно здесь, на одной из инкубаторских баз, происходит процесс выращивания и отбора сверчков. Нас сейчас с вами ждет господин Ван, который нам все подробно расскажет об этом процессе. Смотрите, в этой тарелке множество яиц. На поверхности уже бегают вылупившиеся сверчки. Увидели? Да, какие же они маленькие. Только что вылупившиеся. А откуда взялись эти яйца? Благодаря спариванию отборного самца с отборной самкой. Маленькие сверчки вскармливаются в этом ящике в течение 70-80 дней и затем уже получаются взрослые особи. Едят они в основном зерновые, растительный белок, животный белок и другие микроэлементы. Похоже на спортивную диету. Как видно из рассказа господина Вана, сверчков тренируют как настоящих спортсменов. У них специальное питание, специальные условия проживания. И еще мы не говорили о тренировках. Сверчки как люди? Идемте. В ящике все сверчки, не ставшие пока и мага. Это для подачи воды. Целая наука о выращивании сверчков. Смотрите, здесь еще термометр. Если будет слишком жарко, то сверчки будут нездоровые и будут плохо драться. Тут нужен комплексный подход. Во-первых, все зависит от породы. Во-вторых, от питания и внешних факторов. Все эти факторы определяют боевые способности сверчка. В природе есть самцы с ярко выраженными лидерскими качествами. Вот они лучшие бойцы. Очень сильные. Самки выбирают именно их для спаривания. В этот период времени воинственность сверчков на максимальном уровне. Ну что, как видите, все как в старые добрые времена. Все драки и задам. А какие интересные изменения происходят со сверчками во время созревания? У них происходит линька 7-8 раз. В этот период сверчок еще считается личинкой. После последней линьки он становится взрослой особью. Этот период называется имага. Его конечности изменяются и появляется лишняя пара крыльев. В вопросах проведения поединков, отбора сверчков, их питания, тренировок и так далее, мы более-менее с вами разобрались. Но вот с историей возникновения боев вообще ничего не понятно. Упоминание о повадках сверчков встречается еще в книге песен, история которой насчитывает 3200 лет. Использование сверчков как средство развлечения началось примерно полторы тысячи лет назад. Утварь, которую стали использовать для сверчков, появилось примерно 1200 лет назад. Трактату о сверчке уже около 800 лет. Разведение поющих сверчков для забавы началось приблизительно 400 лет назад. Игры со сверчками в том виде, которые мы знаем сегодня, появились в период правления династии Танн и были поначалу прерогативой членов императорской семьи. Император династии Мин Сюань Цунг, правивший под девизом Сюань Дэ, с детства любил сверчков, и поэтому он приказал сделать для них специальную посуду, благодаря чему фарфоровое искусство в Китае достигло своего наивысшего расцвета. В конце правления династии Цинь этой забавой увлеклись купцы. Широкое распространение у простого народа началось уже после образования КНР. В китайской истории никогда так много людей не увлекалось сверчками. Поэтому можно сказать, что сейчас культура поющих сверчков и стрекочущих насекомых в общем достигла своего наивысшего расцвета. Домохозяйства, которые живут за счет разведения сверчков, насчитывают несколько сотен тысяч человек. Многие иностранцы тоже очень любят этот плац народной культуры. И начиная с 2003 года, каждый год в первую или последнюю декаду октября я преподаю своим иностранным студентам. И когда они узнают, что я рассказываю об истории сверчков в Китае, они подолгу пребывают в шоке. Сверчки привлекают людей со многих сторон. Во-первых, благодаря звуку они переносят звуки дикой природы к вам в дом. А во-вторых, их поединки. Когда сверчки дерутся, они занимают разные позы. И китайская борьба Шуайдяо позаимствовала много приемов из боев сверчков. Сами бои, как правило, бескомпромиссные и острые по накалу. И в-третьих, потому что сверчки бесстрашно рвутся в бой и не признают поражения. Они бьются за свою семью, за свой дом до самого конца. И мне кажется, что это и есть причина, по которой китайцы так любят бои сверчков. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Признаюсь вам честно, до начала съемок этой программы я много раз слышал о боях сверчков, но никогда в них не участвовал. И зря, потому что забава оказалась безумно интересной, с глубокой историей. Если вы еще не пробовали, настоятельно рекомендую вам попробовать. Это безумно весело. Спасибо нашим якутским коллегам за вопрос. Вам, дорогие друзья, спасибо за внимание. Это были вопросы и ответы. До скорого! Политический кризис в Венесуэле. Тысячи сторонников Мадуро вышли на улицы Каракаса. Доллар и терпение. Федрезерв США не увидел оснований для изменения базовой ставки. Садово-парковое искусство. Первого мая выставку в Пекине посетили 64 тысячи человек. Здравствуйте, в эфире новости. В студии Василий Паршут и в ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем вам о событиях в Китае и мире. Народ Венесуэлы смог сохранить мир в стране. Такое мнение высказал глава государства Николас Мадуро, комментируя многотысячную демонстрацию в свою поддержку, прошедшую накануне в Каракасе. По его словам, последние события продемонстрировали, что Боливарианская республика не пойдет по пути вмешательства извне и вооруженного противостояния. Днем ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Политик сообщил, что армия встала на его сторону и назвал происходящее финальной фазой операции «Свобода». После этого на улицы вышли его сторонники, однако переломить ситуацию им не удалось. Толпу быстро разогнала полиция, а президент Мадуро заявил о полной лояльности военного руководства властям и провале попытки госпереворота. Среди участников первомайского шествия в поддержку действующего руководства Венесуэлы был председатель национального учредительного собрания Кабелия. Он подчеркнул, что народ и армия едины в своем стремлении не допустить хаоса в стране. В ответ венесуэльского народа оппозиции. Мы пришли к президентскому дворцу Мирафлорес, чтобы защитить нашего президента. Армия также сплочена, как никогда. В организации неудавшегося госпереворота Каракас обвинил США и Колумбию. Поводом для обвинений стал призыв колумбийского МИДа к странам группы Лимы поддержать возврат Боливарианской республики к демократии. С аналогичным заявлением выступил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он призвал венесуэльских военнослужащих отказаться от лояльности Мадуро и выйти на защиту своего народа, поддержав оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Болтон также обвинил действующего главу государства в узурпации власти и нарушении Конституции, которую должна защищать армия. Выступая на первомайском митинге перед сторонниками, президент Венесуэлы призвал американское руководство расследовать действия Болтона. Ситуацию в латиноамериканской стране с госсекретарем США Майком Помпео обсудил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства грубейшим нарушением международного права, подчеркнув при этом, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями. Лавров добавил, что только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу, для чего необходим диалог всех политических сил страны, которому давно призывает ее правительство. Деструктивное внешнее воздействие, тем более силовое, не имеет ничего общего с демократическим процессом, подчеркнул глава российского МИДа. Иранцы должны решительно отвечать на нападки со стороны США. С таким заявлением выступил духовный лидер ближневосточной страны Аэтала Алихамин И. По его словам, США и Израиль намерены внести хаос в экономику и политическую систему Исламской Республики, а также тщательно пытаются повлиять на будущее поколение иранцев при помощи западной идеологии. Тем временем замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе находится на грани краха из-за действий Вашингтона. Иран прикладывает усилия для спасения сделки, но терпение Тегерана истекает. Напомню, в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из договора, который был заключен в июле 2015 года. После этого Белый дом возобновил санкции против Ирана. Остальные участники соглашения не одобрили решение администрации Трампа и сохранили приверженность к договоренностям. Как будет реагировать Тегеран на возрастающее давление со стороны США и выйдет ли Исламская Республика из иранской сделки? Об этом наши корреспонденты поговорили с председателем Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента. Фрагменты интервью в нашем следующем материале. После истечения срока действия исключений из нефтяных санкций против Тегерана, председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хешматола Фалахатпише заявил, что Иран не хочет ухудшения ситуации, но не может не ответить взаимностью на выпады Соединенных Штатов. «Мы не хотим эскалации напряженности с Вашингтоном. Мы не заносим всех военных США в террористический список, но мы помещаем в этот список те силы США, которые находятся на Ближнем Востоке. Наша цель – не допустить эскалации кризиса. Мы поддерживаем то, что делает господин Зариф, например, его предложение по обмену заключёнными. Министерство иностранных дел выполняет свои законные обязательства». Речь идёт о предложении провести переговоры об обмене пленными с Соединёнными Штатами, которое на прошлой неделе озвучил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавадзариф. Некоторые усматривают в нём дипломатическую сделку, впрочем, идею раскритиковали сторонники жёсткой линии в самом Иране. «В Иране существуют две точки зрения, которые в конечном счёте должны прийти к единому знаменателю. Одна из них заключается в том, что господин Зариф стремится предотвратить эскалацию и углубление кризиса. И мы поддерживаем этот курс. Потому что считаем, что мы не должны играть по правилам мировых экстремистов, которые объединились против Ирана». На вопрос, будет ли Иран по-прежнему оставаться в сделке и продолжать переговоры с Соединёнными Штатами, Фалахат Пише заявил, что никаких табу по этому вопросу нет. Но на данный момент Тегеран не видит искренних сигналов о готовности разговаривать со стороны Вашингтона. Василиса Лукашевич, CGTN. Монетарные власти США разочаровали американский фондовый рынок. Биржевые индексы резко перешли от роста к падению после оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы. ФРС решили оставить базовую ставку без изменений, несмотря на давление со стороны трейдеров и президента Дональда Трампа, которые рассчитывали на снижение показателя. Почему Федрезерв намерен запастись терпением, знают наши корреспонденты. От 2,25 до 2,5%. Такой останется ключевая ставка американского Центробанка как минимум до следующего заседания в середине июня. В руководстве ФРС подчеркивают, все идет по плану, резкие движения не оправданы. Еще в марте настроения были мрачнее. Регулятор говорил о слишком медленном экономическом росте, слишком низкой инфляции и внешних рисках. В том числе неопределенности вокруг Брексит и торговых споров. На этом фоне участники фондовых рынков заговорили о скором снижении ключевой ставки, что ускорило бы приток на бирже дешевых денег. Но председатель Федрезерва не оправдал их надежды. Герои фундаментальные показатели поддерживают экономику. Ситуация на финансовом рынке, высокий уровень занятости, создание новых рабочих мест, ожидание бизнеса и потребителей. Все это добавляет уверенности в продолжении роста. В начале недели на ФРС попытался надавить и президент Трамп, также намекнувший, что ставку неплохо было бы снизить из-за низкой инфляции. Джером Пауэлл остался непреклонен. Рост цен, по его оценке, все равно достигнет целевых уровней. А экономика останется здоровой без новой помощи со стороны ФРС. Мы полагаем, что на ситуацию сейчас влияют временные факторы, поэтому не планируем корректировать исходный подход. Сильный рынок труда и продолжение роста экономики вернут инфляцию к отметке в 2%, что и является нашей долгосрочной целью. Пауэлл также связал свой оптимизм со смягчением внешних рисков. Брексит отложили, Европейский банк держит свои ставки на минимуме, а многие страны, в том числе и Китай, приняли программу стимулов для разгона экономического роста. Главные надежды, правда, сейчас связывают с перспективами решения торгового спора КНР и США. ФРС ожидает, что отказ от противостояния станет настоящим подарком бизнесу по всему миру. Цичульна, CGTN Президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции российского сегмента интернета. По официальной версии, он необходим, чтобы обеспечить устойчивую работу глобальной сети в России в случае возникновения внешней угрозы ее функционированию. Закон вступит в силу в ноябре. Ряд его положений, в том числе о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, заработают с 1 января 2021 года. Предполагается, что при Роскомнадзоре появится центр мониторинга и управления сетью, который будет координировать действия операторов в непредвиденных ситуациях. Также в законе содержится норма о шифровании информации госорганов и государственных предприятий. Ответственность за бесперебойную работу интернета на территории России ложится на Роскомнадзор. Всемирная выставка садово-паркового искусства проходит в Пекине. 1 мая ее посетили 64 тысячи человек. Для гостей ей приготовили красочное шоу. Подробности у наших корреспондентов. Ежедневно в 3 часа дня по праздникам еще и в 10 утра начинается карнавал. В парк выезжают 10 цветочных платформ. Первая называется «Китайское приглашение». По задумке организаторов, это приглашение всех гостей Экспо в незабываемое путешествие. За ней платформа с голубем мира, композиция на спортивную тематику, на темы древнего шелкового пути и освоение космоса. А также ожившие китайские легенды. Колонну сопровождают около 50 китайских и иностранных артистов. Самое интересное начинается во время пятиминутных остановок около китайского и международного павильонов. Гостей ждут танцы, песни, цирковое искусство и многое другое. Они очень интересно одеты и танцуют здорово. Они воспевают природу, смотришь на эти выступления, на все здесь и задумываешься об экологии, о том, как сохранить мир таким прекрасным. Защита природы и технические инновации – эти две составляющие организаторы стремились воплотить во всем. Эти платформы очень современные, и система дистанционного управления, и система автоматического торможения – всего этого раньше не было. Создатели платформ старались использовать минимум металлических конструкций и максимум цветов. Их ушло больше двух миллионов. Благодаря этому степень отделения каждой платформы превышает 90%. Киберспорт сегодня стал чем-то большим, чем хобби. В отрасль вкладывают инвестиции, существуют учебные заведения, ориентированные на видеоигры, проводятся профессиональные соревнования. Историю одного молодого китайского киберспортсмена расскажут наши корреспонденты. Видеоигры лишь как развлечение для подростков – это устаревший стереотип. Сегодня стримеры могут зарабатывать на трансляциях, а на профессиональных киберспортивных международных соревнованиях – накал страстей почти как на футболе. 22-летний Джан Си Джань мечтает выиграть чемпионат мира Лиги Легенд. Это популярная ролевая видеоигра с элементами стратегии в реальном времени. В сети Джан больше известен по никнейму JDG Zoom. Он играет за команду JD Gaming, которая успешно показала себя на состязаниях в Китае. Наша команда играла в заключительном раунде весеннего сезона Лиги Легенд – профессионального чемпионата мира. Таким образом, титул чемпиона уже в зоне досягаемости. Согласно прогнозам, в этом году рынок киберспорта в Китае вырастет до 15 миллиардов долларов. В индустрию вливают инвестиции. Также на это поле все увереннее вступают бренды спортивной одежды, такие как Nike и Lini. Профессиональные геймеры сталкиваются с теми же проблемами, что и остальные спортсмены. Здесь нужен не только талант, но и постоянные тренировки. Более того, есть риск получения травмы. У профессиональных геймеров чаще всего страдают спина, плечи и запястья, если они слишком активно тренируются. Быстро расширяющийся рынок видеоигр дает новому поколению китайской молодежи больше возможностей для карьеры. Позиция киберспортсмена включена в список 13 новых профессий, выпущенных в апреле китайским правительством. Однако Чжан не считает, что это легкая дорога к богатству и славе. Это не значит, что каждый геймер-любитель может сделать карьеру. Нужно адекватно оценивать свой уровень мастерства и приложить массу усилий. В противном случае вы просто потратите свои лучшие годы, вместо того, чтобы получить какие-то другие ценные знания. Сам Чжан говорит, что он счастливый человек, потому что профессионально делает то, что ему нравится. Сегодня у китайской молодежи есть как никогда много возможностей воплотить мечты в самых неожиданных отраслях. Василис Волкашевич, CGTN. И к этой минуте у нас вся информация. Следить за новостями вы также можете на сайте нашего телеканала russian.cgtn.com. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Пойдём. У Роке что, колокольчик в руках был? Скажи, он его на пол ронял? Забери немедленно и с мылом вымой. Кипятком обдай. Вот неряха. Только бы не работать, а мне следить. Какое безобразие. Ну как так можно, а? Ты дверь закрыла, дорогуша? Я смотрю, ты её открыто и оставила. А если к нам вор зайдёт и Роке ему понравится, что тогда? Он же выкрадет моего ребёнка. Фантастическая беспечность. Пойдём. О, там маски лежат. Без них заходить нельзя. Это обязательно? Бутылочка. Лично я перед вами преклоняюсь. Вы занимаетесь любимой работой и успеваете растить малыша. Я такая. Вспомни девиз журнала Бьюти. Храбрые и независимые. Это и есть мамы. В двадцать лет храбрость заключается в том, чтобы, не стесняясь, примерять наряды Прадо и Шанель. Или взять две тысячи юаней и в одиночестве отправиться во Вьетнам. В тридцать мы уже не меряем Прадо. Мы это носим. Мы поглощены детьми работой. И даже если муж уезжает с другой, ты знаешь, что давно самостоятельно и независимо. Хотя лично мне с мужем повезло. Он у меня совсем не такой. Он просто чудо. Открывай. Я всё это продезинфицировала. Вот весна пришла к нам в дом. Первый месяц родился на свет. Люди гонят стадо на лугах. Стой. Камеру не открывай. Пусть висит, где повесили, не снимай. Пусть останется. Продолжай. С радостью. Вот весна пришла к нам в дом. Первый месяц родился на свет. Люди гонят стадо на лугах. Сочной травке поесть на берегу. Смотри-ка, вот его номер. У них здесь всё самое вкусное, правда? Может, после обеда посидим напротив в нашем любимом кафе? А здесь тебе кофе не дали? Кошмар. Ты что, забыла? В том кафе работает просто обалденный красавчик. У него вот такие дырки в ушах. Представляешь? Тебе разговоры про дырки в ушах не нравятся? Столик для мамаш-наседок прямо за нами. Здравствуй. Иди к нам, не стесняйся. Привет. У тебя ребёнок маленький? Полгода. А моей дочке два, её сыну три. Точно. Твоей полгода на грудном вскармливании? Но если ты кормящая, краситься нельзя. Ты накрасила ногти. И помада яркая на губах. А вдруг лакс летит, а рядом еда? Действительно. Ни к чему это. Знаешь, ты такая худая. Ты что-то пьёшь? Конечно. Ребёнок глотает химию. Я не пила таблеток. Не обманывай. Так не бывает. Привет. Как я рада, Аустин. Я тут обедала. Маме-ся, привет. Я слушаю. Мои няньки вдруг заявили, что увольняются все сразу. Я сейчас же бегу домой. А ты проведёшь совещание и выберешь тему номера, хорошо? В общем, я буду через часок. Но ведь совещание начнётся через полчаса. Сегодня мой первый рабочий день. Боюсь, я не готова. Тебе редактор поможет познакомиться. Вы уже успели. Скооперируйтесь, и всё пройдёт нормально. Она отгул взяла. Значит, больше я эту нахалку в офисе не увижу. Ты должна помочь мне, поняла? Всё. Но я могу не справиться. Прошу вас, подождите. Стойте. Любой начальник начинал с малого. Думай и держи всё под контролем. Там на столе лежит коричневый блокнот. Посмотришь на последних страницах, я набросала план. А также придумала несколько тем, которые нам вполне подходят. Но поймите, прошло всего пять часов, как я приступила к работе. Я просто боюсь ошибок наделать. Ты справишься, дорогая. Уверяю тебя, это не сложнее, чем быть женой. Ну и мамой, конечно, поняла? В общем, справишься с этими двумя задачами. Будь уверена, что уже ничто на свете в тупик тебя не поставит. До встречи. Но я… Слушай, ты не расстраивайся. Но всё знаешь, что Лью Му Ци ушла. У тебя тут полно недоброжелателей к несчастью. Эти стервы тебя проглотят и не подавятся. Если они поймут, что ты в этих делах не тянешь, побегут к начальнице и укажут ей, где твоё место. Я простой секретарь главного редактора. Отправляю факсы и печатаю. Я вообще не собиралась никого подменять. Я пропала. Не хорони себя заранее. Учти, тебе нужно улыбаться и не показывать вида, что ты не в материале. Мне кажется, что Ли Му Ци тебя неспроста так продвигает. Ну и что же делать? Реши для себя, зачем ты всё-таки к нам пришла. Если не можешь прятать эмоции и боишься, тогда тебе лучше сидеть дома с кастрюлями. Там тебе точно креативных заданий давать не будут. Будешь журналы разглядывать и вспоминать время, когда здесь с нами работала. Все, кого я назвала, проходите в зал заседаний. А знаешь, по-моему, наша начальница всё-таки слишком принципиальная. Хотя работать она умеет, с этим я спорить не буду. Она даёт тебе ответственные задания не потому, что у вас обеих дети родились. Она могла бы с тобой вне работы общаться. Она разглядела в тебя потенциал. Потенциал? Какой потенциал? Тебе виднее. Ты не без способностей, я-то знаю. Всё, идём. Ай, догоню, догоню! Сейчас поймаю нашего малыша. Догоню, догоню, сладкого! И съём. Что за безобразие? Догоню, догоню, ай! Догоню, догоню! Стоять! С ребёнком на руках не бегают! Бедные Рокки, иди скорее к маме, мой мальчик. А вы уходите. Ну, зачем ты так? Не бойся, не бойся, всё хорошо. Они же просто играли. Было так весело. Не сердись, они просто играли. Мама, что тут вообще происходит? Не успела я выйти на работу, как в ту же минуту мы и Джулай сбежали. У семи нянек, как известно, дитя всегда без глазу. Не мучай ребёнка, я с ними уже расплатилась. Мама, я столько времени потратила, чтобы нанять этих нянечек. Если хотели их прогнать, хотя бы сказали. Ты вызвала меня заниматься хозяйством и ребёнком, так что я сама разберусь с нянями. А что вы сделали с моими камерами? Почему они закрыты чёрной тканью? Нет, мы их закрыли, чтобы никто не подглядывал за нашим красавчиком. С ним родная бабушка, так что ты зря волнуешься. Или ты следишь за мной, мне чужого не нужно. Мама, вы приехали, чтобы посмотреть на наше сладкое солнышко. Я вызвала вас на несколько дней, чтобы вы отдохнули, походили по выставкам и погуляли. Но я не хотела, чтобы в доме был беспорядок. Это просто ужасно. Эти ваши ненормальные няни, они только кричат и не помогают. Сделаем так. Я куплю им билеты и пусть отправляются по домам. И вы тоже, если соскучились по дому, можете возвращаться. Или оставайтесь. Ты что это? Нас выгоняешь, да? А кто же тогда позаботится о мальчике? Я сразу решу эту проблему. Позову назад мы и Джулай. Ерунда. Не волнуйтесь. Послушай, всем ты хороша. Но отношения с людьми одними деньгами не решаются. Плохо это. Считаешь себя всесильной, заносчивой богачкой? Да только не деньги делают нас людей счастливыми. Ты уверена в том, что мы живём хорошо благодаря тебе? Что мир вращается исключительно вокруг тебя и твоих денег. Вот только непонятно, почему тогда Ло Тянь бегом бежит от такого счастья. Мама, Ло Тянь от меня не сбегал. Он с клиентом встречается в Ханчжоу, он вернётся. Откуда ты знаешь? Потому что ваш сын сам решения не принимает. И без меня он никто. Мой сын никто? Неправда. До того, как Ло Тянь отправился в посольство Соединённых Штатов для получения визы, я простояла там полдня на самой жаре. У тех, кто выходил, я спрашивала, какие вопросы там задают и на что нам стоит обратить внимание. Я всё записывала вот в такую толстую тетрадку. Ло Тянь это наизусть выучил. И спокойно получил визу. А я ведь, как и ты, думала, что он без меня не обойдётся. Но он справился и горя не знает. Всё понятно. Всё понятно. Мама, я пойду, уложу малыша, ладно? Иди, иди. Я должна вернуться на работу. Да. Да, да, да. Вы бы отдохнули. Ага. Время не стоит на месте, а с ним меняются наши читательницы, расширяется их кругозор, они хотят общаться. Многие из наших подписчиц, например, такие, как я, стали мамами. А понимаете, мне кажется, если и дальше обсуждать только вопросы замужества и избегать темы материнства, по-моему, так можно потерять всех читателей. Женщина сама решает, рожать ей или нет. Это не обсуждается. Ты, вероятно, не знала, но наши конкуренты попытались открыть такую рубрику, но читателям не понравилось. Откуда же ей было знать? Она пелёнки меняла. Просто конкуренты тогда не справились. Ну а мы осветим тему иначе. Наш журнал поясняет, почему не стоит выходить замуж раньше тридцати. Прочие темы пока не главное. Если все коллеги согласны, я закрываю собрание. Космополитен уже поднимал эту тему в этом месяце. В Китае была даже выпущена брошюра. В позапрошлом и прошлом годах журналы о новинках косметики и издания о здоровье повторяли сами себя. Вам не кажется, что всем это уже порядком наскучило? Надоела эта тема. Присядьте. Мы хотели бы выслушать её предложение. Мы слушаем. Не для всех девушек замужество актуально. Но женщина остаётся женщиной до старости. Если в семье разлад, с супругом лучше расстаться. Но когда есть ребёнок, нужна смелость, настойчивость и решимость. От малыша не откажешься. Только из-за того, что он доставляет хлопоты своей дорогой маме. Это ерунда. Известно, что женщина сама выбирает, как ей жить. Тратить молодость на поиски миллионера или деньги на пластику лица. Но у неё есть предназначение. Она должна родить ребёнка. У многих после родов проблемы. Вы отдаёте ребёнку все силы, любовь и нежность. Не спите ночами, когда он болеет. И не ждёте за это никакой награды. Госпожа Дэн. Госпожа Дэн. Как твоё имя, детка? Я Сябин. Сябин. Здравствуйте. Что касается сегодняшней темы, то я поддерживаю Сябин. Я семь раз была замужем, но смелости родить хоть одного у меня так и не нашлось. Госпожа Дэн. Дорогая. Положение спасла Сябин. Клиенты уже хотели уходить, а всем всё равно. Дорогая. Хорошо. Узнаю тебя прежнюю. Ты стала привлекательна. Невероятно сексуальна, и это меня очень радует. Однако сейчас твои мысли далеки от Бьюти, потому что ты теперь у нас мама. Так и хочется назвать тебя тётей. Но ты ведь у нас нежная, можешь обидеться. Меня не было всего час, я не могла не поехать, у меня сдали бы нервы. Спокойствие. Вот основа журнала Бьюти. Здесь никого не волнуют твои нервы. Что бы там ни было, ты должна оставаться элегантной женщиной. Молния. Невероятно. В голове не укладывается, почему одна после родов становится суетливой курицей, а другая спокойным сладкоголосым соловьём. Я твоей Сябин. Сябин? Она простая секретарша. Недавно её назначила. Я знаю. И она вписалась в стандарты Бьюти. Это хорошо, ты права. Учителя она превзошла. До свидания, Саня Рулин. Сумку. Вот. До свидания. Обычная секретарша, только наглая, не по должности. Возомнила себя главной, пока начальницы не было. Когда пришла госпожа Дэна, она чуть наизнанку не вывернулась от стараний. Моё почтение. Простите, но я же не знала. Ты старалась. Кажется, я тебя недооценила. Камень, но не цель. Камень, но не цель. Эй, паушой! Моя мань! Она спит. Тише спит. Поздоровайся, Ромео. Привет, Ромео. Привет! Знаешь, мы к тебе навстречу решили поехать. А потом мне в больницу нужно будет. Я тут сменами поменялся. Домой на моей машине вернется Джульетта. Я не знаю, как тебя благодарить. Ай, раз не знаешь, тогда и не благодари. Мне все равно, один подопечный или двое. Ты помогаешь Джульетте и мне. У тебя доброе сердце. Смотри, не перехвали меня. Кстати, я возвращаюсь в Англию, чтобы сдать экзамены, так что я все равно сижу и читаю. Значит, уедешь? Да. Иначе два года будут потеряны. На твоем месте я бы тоже непременно закончила бы учебу и занялась любимым делом. Тебе не до учебы. Ты должна работать и заботиться о своей красавице. Спасибо. Ромео, скажи пока. Пока. Я буду скучать. Ну, пока. 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 Как же мне решить эту проблему, а? Она вот-вот вернется. Ладно. Слушайте, в прошлый раз мы обсуждали... Да-да, так и скажите. Будьте добры, подождите минутку, пожалуйста. Мама! А? Вы дома? Привет, мама. Наша мань вернулась. Бабушка по тебе сильно скучала. Ты на обед кашку ела, да? А? Сябин, куда твоя мама сегодня возила мань? А? А? Я не знаю. Я забрала ее и домой пошла. А где Юань Бао? Он дома? В спальне на телефоне, часами разговаривает. До сих пор не закончил. Не ел даже. Сябин, после того, как ты отвезла мань к своим родителям, к нам тетя Лиза шла. Она просидела вон там три часа. Сказала, что будет нам помогать. Она не из тех, кто бросает свои слова на ветер. В общем, пусть мань теперь остается дома, а? Я не против, но это неудобно. Да и мама мне помогает. Значит, ты опять говоришь, нам нет? У твоего отца тяжелый характер. Да и с ребенком, согласись, они сидеть не хотят. Да, характер не сахар, но он исправился. Сами видите, мань-мань улыбается. Но ты же увезла ее на целый день. Я так волновалась. Мама, ну что вы опять, мама? Вам не о чем волноваться. И не верьте вы обещаниям. Мань-мань. Давай-ка, ля. Ля, детка, хочет кушать? Дорогая, пойдем посмотрим, что у нас есть. Привет. Ты мне не рад? Хочешь? Что с тобой такое? Как работа? Чуть с ума там не сошла. Я представляла себе совсем другое. Интересно, кто я теперь, а? Девушка? Тетка? Мама. Мама. Дам определение слову «мама». Эта милая девушка с представлениями взрослой женщины, которая решает все самостоятельно. Эй! Ты что? Нельзя дотронуться? Ты не дотронулась, ты меня ударила. Но раньше я почти всегда так делала. Это было раньше, а сейчас я очень занят. Хотя тебе плевать на это, да? Жаль. Так не шуми хотя бы. А. Но ведь меня целый день не было дома. Ты мне не звонил и не писал. Сегодня мой первый рабочий день. Ты бы хоть вид сделал, что слушаешь меня. Дорогая, я только этим и занят. Ничем ты не занят. Одно вранье. Да, да. Я отвечаю на важное письмо. Ясно? Так что давай, поболтаем позже, да? Не мешай. Я замолчу. Очень надо. Хорошо. Я лучше к ребенку пойду. И правильно иди. А знаешь, я мань приведу, пусть поиграет. Я отвечаю на важное письмо. И прошу тишины. Ну, неужели так трудно поиграть в гостиную и не мешать? А? Знаешь... Ты что? Для тебя работа важнее родных? Так, неправда. Просто дай мне два дня, ладно? Только два дня. Сначала ты не хотел, чтобы я на работу выходила. А теперь ищешь предлог, чтобы избавиться от меня? Умник. Неправда. Тебе не обязательно работать в этом журнале. Но мое мнение ты, в принципе, не учитывала. И мне тяжело это принять как мужчине. К тому же у меня есть свои проблемы. Ведь наша компания готова подписать очень важный контракт. Если этого не случится, фирма обанкротится, и мы окажемся на улице. Теперь ответь, как я должен был поступить. Я поразмышлял, и вот к чему пришел. Я не буду противиться твоему выходу на работу. Как будто мы так вместе решили. Мы вроде как договорились, и ты пошла работать в журнал, правильно? Мы не договаривались. Я представил. Это жестоко, ведь на самом деле тебе на меня плевать. Меня ты не хочешь слышать, а ребенок тебя раздражает. Не беспокойся, дай мне время. Если через два дня я останусь таким же сухарем, надоешь мне пощечин, побьешь меня. Через два дня? Забота о семье не распределяется по дням. Уважать свою жену мужчина должен ежедневно. Ты что за черт? Сколько объяснять? Ты вообще ничего не понимаешь, что ли? Кошмар! Я попросил тебя выйти в соседнюю комнату, чтобы я мог ответить на важное письмо. Но ты сидишь тут, как приклеенный, и постоянно огрызаешься. Или не приставай, или иди с дочкой поиграй. Сейчас ей ты нужна больше. И перестань нудить, трещит голова. Ладно, работай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что произошло, а? Ты будешь спать одна? Юань Бао работает, а я мешаю. Точно, точно. Он теперь все время занят. Ты не обижайся. И не сердись, пожалуйста, ладно? Субтитры сделал DimaTorzok Мама Бао, это я. Мама Бао, это я. Мама Бао чуть ли не на рассвете, даже не завтракал. Ясно, почему ты позволяешь ей забирать ребенка. Сябин девушка решительная. К тому же, вчера девочка выглядела вполне довольной. Знаешь, воспитание детей не освоишь за два дня. Не доверяй кому ни попадя, не отдавай ее тем, у кого нетерпение не так-то. Аня вечером домой возвращается. Да и на выходных Мань всегда здесь с нами. Домой-то она возвращается, да только как поздно. Переночевать забегает. Когда же бабушки с внучкой общаться? У Сябина отец на отварах помешан. Глотает свои снадобья. Даже лапшу с ними ест. И при этом кормит ребенка. А если он ее отравит? А мать Сябин хулиганка. Ненормальная скандалистка. Маня слушается, она ее ударит. Что же нам делать? Надо действовать. Мань должна дома расти. Сама посмотри. У тебя пианино, книги, чай. Просто рай для послушного ребенка. У Сябин я дома не была. Но там явно ничего хорошего. Может и так. Воспитывать нужно примерами. Я проверю, как они там. Сейчас? Если можешь, поедем вместе. Хорошо. Наша Мань умница. Она будет слушаться нашего дядю Бао Шуая. Мань не разбрасывает вещи. И, конечно, никогда не ковыряет в носу. Мань хорошая. И с мальчиком Ромео она драться не будет, правда? А мама после работы приедет и заберет свою детку. Хорошо? Хорошо? Осталось полчаса. Не позвонят, плохи дела. Придется выкручиваться. Я в этом даже не сомневался. Чтобы такое везение прямо в руки шло. Никогда еще такого не было. За все биться приходится. Зубами выгрызать. Что вы за чепуху несете? Какое еще везение? Я чуть не надорвался. Выложился, чтобы их ублажить. Все выстроил. Все сам пробил. Какие такие еще проблемы должны возникнуть? Если испанская компания не согласится работать, мы наши деньги всегда сможем вернуть. Ого. Хорошо. Хорошо. Мы будем ждать. Да, да, да. Теперь налево. Сюда. К катакомбы. Тише. Иду, иду, иду. О, здравствуйте. Папа себе, опять что-то варите? Да, целебный отвар. Помогает избавиться от всех мужских проблем. Познакомьтесь, это моя соседка. Мы встречались. Здравствуйте. А где же наша мань? Мань-мань? А она же живет у вас. Нет, папася. Ребенка у нас дома нет. Сябин каждый день к вам привозит девочку. Нет, постойте. Сябин сказала, что ничего не надо, что вы справляетесь. Сябин нас обманывает. Тогда где же ребенок, где наша мань? Ну и где она ее прячет? Эй, нет, нет, нет. Ты куда пошла? Я ничего никуда. Постой, подожди. Стой, я не успеваю за тобой. Как же так? Да. Где ребенок? Где мань? Мань. Малышка у моих родителей. Не обманывай меня. Моя мама сейчас внизу, у дома твоего отца. Отвечай немедленно. Где девочка? Моя бедная мама места себе не находит. Она поехала забрать мань. Скажи, где ребенок? Мань-мань. Сейчас у моего знакомого. У него тоже есть ребенок, мальчик. Поэтому беспокоиться твоей маме не о чем. Мань-мань в надежных руках. У какого еще знакомого? Что за друг у тебя объявился? У тебя никогда не было друзей-мужчин, кроме Бао Шуаи и меня. Стой. Ты что придумала? Отвезла мань к Бао Шуаю? Сябин, не молчи. Ты к Бао Шуаю отвезла малышку мань? Юань Бао, успокойся, не переживай. Стой, Сябин. Ты уходишь? А, у меня срочное дело. Нужно уйти сейчас же. Сейчас? Но ты на работе. Простите меня. Я мигом слетаю. Простите. Вот ведь нахалка какая. Думает, что ей все позволено, словно она наш начальник. Помощник всегда должен быть на своем месте. Когда надо, работать внеурочно. И если главный редактор не разрешает, нельзя даже с места вставать. Правда? Потише. Девочка только заснула. Сябин звонила. Она сейчас приедет. Ты будешь ждать? Мань, мань. Мань, мань. Папа пришел. Мань. Мань. Так. Поедем домой. Хорошая девочка. Хорошая моя девочка. Давай. Вот так. Юань Бао. Хочу спросить. Отвечай как есть. Что у вас дома случилось? Почему это за ребенком некому присмотреть? У нас все нормально. Все очень даже хорошо. Ну, как хочешь. Мне ничего не объясняет. А Сябин объяснись. Интересно, с какой стати? Что объяснять? Она считает, что ты ее совсем не замечаешь. Да тебе-то какое дело? Ты о себе беспокойся. Как друг, который с ней редко видится, я делаю для нее куда больше, чем ты, ее муж. Ай, хватит. Ты о чем говоришь? Я не понимаю. Я сам знаю, как именно о ней заботиться и когда ей помогать. А вот почему ты в нашу жизнь лезешь, учишь меня, как жить и как за ребенком смотреть, мне непонятно. Ты свою семью заведи и свою жену наставляй. И у вас тоже все будет хорошо. Я молчу. Ребенок в чужом доме, а наша мама порхает. Ты зачем ее отсюда забираешь? Мы домой поедем. Поверь, если бы у меня был выбор, я бы не стала затруднять Бао Шуая. Сейчас не время ссориться, тем более, что мы с тобой находимся в чужом доме. Поняла? Ты девочку домой повезешь или мне самому это сделать? Как поступим? Послушай, после работы я заберу Маньмань. Я тоже не на пляже отдыхаю. Лучше молчи. Мой ребенок ни на секунду здесь не останется. Я должна вернуться в редакцию. Да, редакция это главное. Так иди работай. Но дома за Маньмань никто не смотрит. Ну, конечно. Отойди. Но я не хочу, чтобы ты ее забирал. Да? Не хочешь, значит? Знаешь, это я тебе должен сказать, дорогая. Я против, чтобы ты таскала ее по углам. У ребенка есть дом. И как после этого тебе доверять? Ты же врешь постоянно. А? Я не виновата. Не виновата она. Сколько раз я у тебя спрашивал, дорогая. Но... Мама так волновалась. И я решил у тебя узнать, где наша малышка. Ты начала мне врать про родителей. Ты уже совсем завралась. Я не знаю, где правда. Бессовестная ты. Дом тебе не нужен. Да, я не сказала тебе, что Мань в доме Бао Шуая. Пусть так. Но зачем ты врала? Я же говорю, у меня не было другого выхода. Бао, мы с тобой ведь приятели, да, друзья? Вот я о том же. Обманщица могла бы сказать, что Маню Бао Шуая и не врать. Зря мы пререкаемся. Что? Договориться все равно не удастся. Мы ссоримся постоянно, друг друга не понимаем. Что бы я ни сказала, тебе не нравится? Может быть, нам вообще расстаться? Да-да-да-да, не понимаем, не уважаем, а я равнодушная тварь. Бао Шуай, кстати, тоже считает, что я тебя обижаю. Что, я не прав? Так значит, дело в Бао Шуае? Дело в том, что ты все нагло врешь. Но я же... Слушать не желаю. Ты кукушка, наглая обманщица. А ты уперся, как баран. Я отец твоей дочери, и не смей меня обзывать, не оскорбляй мужа. Уважает. И отдала ребенка в чужой дом, и на работу сбежала. Не кричи так, малышка плачет. Я этого так не оставлю. Мань. Гетка моя. Отойди. Не трогай, не трогай коляску. Она испугалась. Отойди. Йонь-дау, перестань. Ты что творишь? Тссс, тихо, Мань-мань. Йонь-дау, не нервничай. Там ведь еще один ребенок. Это сын моей подруги. Она мне тоже своего ребенка оставляет. Дошло до тебя. Ты остаешься? Мне жаль. Ромео. Не надо бояться. Но покричали они немного. Все в порядке. Спи, отдыхай. Директор Цай, я все понимаю. Но у нас тут кое-что произошло. Прошу вас, поговорите с господином Лю. Кошмар. Что? Да, 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 да. Хорошо. Вот нам конец. Деньги-то мы этим испанцам перевели утром заранее. Надо же. Зачем было переводить заранее? Нужно было дождаться звонка. Йонь-бау спроси. Звони ему, Фаньге. Он обещал, что разберется. А сам взял и сбежал. Да. Я? Ой. Бегу, бегу. Извини, забыл. Бегу. Все, ты. Мне очень жаль. Не-не-не. Нет, слушай. Вы же мне не звонили. Я ждал. Звонка не было. Я посчитал, что сделка давно уже состоялась. Я думал, вы сами тут все разрулили, а вы сложа руки сидели. Мы сидели. Не было ни одного звонка. Испанцы не будут нас обманывать. Они так не работают. Ты все к чертям провалил. Проворонил. Такое важное дело. Отойди. И я орил. Ты нас подставил. Не подходи. Думать надо не только о жене, но и о теле. Все медным тазом накрылось. Каким еще медным тазом? Ты нас похоронил. Ну ладно. А теперь подумаем о том, как вернуть наши деньги. Слезами, горю не поможешь. Что произошло? Ничего. Тебя начальница вызывала. Зачем я ей? Видимо, ругать будет. Семи, мне нравится наша дружба. Мы вместе пережили несколько важных событий, и я рада этому. Тебе еще многому нужно учиться. И это касается не только дел. Хотя дела здесь главные. Но и отношения с коллегами. Вы о том, почему я ушла? Понимаете, мой... Ты ушла и вернулась. Обязанности ассистента в журнале отличаются от всех прочих. Эту должность не должна занимать вертихвостка. Очень важно научиться оставлять дома свои личные переживания и плохое настроение. В каждой семье всегда есть свои проблемы. Если мы все понесем свои трудности в компанию, то как тогда мы сможем здесь работать? Ты поняла меня? Я серьезно готовилась к моей нынешней работе. Я даже экзаменов так не боялась. У меня была уважительная причина. Слушай, я уже подобрала себе нового помощника, а тебя перевела к редакторам. Я любил его защитная карта. Я любил ему сября. Важительная причина. А тебя не для этого ошибки. Но любовь не стоит. Lo сябрячим. А тебе лишь не будет. Слушай, Дократно. Я любил себя. Ты меня не стоит. Дократно. Я любил себя. Дократно. Дократно. Девушки отдыхают 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 Так и быть Я дам тебе шанс Мне действительно может понадобиться твоя помощь Спасибо вам Посмотри, кто у меня есть Моя мань Это бычок Он хочет с тобой поиграть Мама Вернулась наконец-то Признавайся, куда ты отвозила мань Юань Бао Только что привез ребенка И вышел, не сказав ни слова Я отвозила мань к моему другу Мне не хотелось волновать вас Вот я и не сказала Какому еще другу? Что, если бы с ребенком что-то случилось? Я понимаю, мань твоя дочь Но она так же моя внучка Так нельзя Почему ты не сказала мне правду? Мама, сегодня вечером я посижу С мань А вы ступайте спать Малютка Моя мань Моя мань Прости меня Совсем я затаскала тебя по людям Мне хотелось подыскать тебе хорошую компанию Если тебе хорошо и мне хорошо Не обижайся на меня Мама Ты мне ничего не рассказываешь Из Юань Бао тоже ни слова не вытянешь Тетя Ли уже сомневается, правильно ли она сделала Дав Юань Бао взаймы Никто из вас со мной не делится Похоже, вы во мне больше не нуждаетесь Мама, мне не хочется вас тревожить Юань Бао Признайся он, что происходит в компании Вы бы вряд ли поняли Раньше он мне обо всем рассказывал А теперь нет Я переживаю, как идут его дела Он позвонил только что и сказал, что задержится на работе и не придет к ужину Вот как? Все это странно Он сказал, что освободится, подписав контракт Поэтому я так и волнуюсь Видимо, что-то произошло Мама, послушайте Давайте вы уложите мань, а я пойду позвоню Юань Бао Моя радость Пора, Баеньки Пошли, пошли Привет, Фань Гэ Это Сабин Юань Бао с тобой? Дай ему трубку А, Сабин Он в данный момент занят Сегодня у нас очень важная работа Я говорю правду Этим вечером у нас просто куча дел Да не вру я Сабин, я не могу говорить Юань Бао тебе перезвонит Ладно, пока Что там? Испанская компания настаивает на том, чтобы мы забрали товар обратно В противном случае они продадут его как брак Вот как? Ты же им сообщила Что мы уже перечислили деньги производителю одежды Вряд ли их это волнует Секунду Сянь-Сянь Ты своей маме Ничего не сказала? Если нет, мы сможем вернуть деньги обратно Успокойся Если бы я ей сказала Меня бы здесь уже не было Мама 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 Почему вы заперли дверь? Не помню, чтобы я ее забирала Я уложила малышку и сама задремала Не понимаю, как так получилось Ничего Возможно, дверь захлопнулась случайно Мань уже спит? Да, спит Юань Бао не вернулся? Пока нет И не берет трубку Ступайте спать, а я его дождусь Ты скажи, когда он вернется? Угу, обязательно Извините, набранный номер в данный мартин занят Пожалуйста, перезвоните позже Мама Мань проснулась? Пока нет А Юань Бао вчера вечером вернулся? Не вернулся Вот это да Пусть у него на работе важные дела Но ночевать он должен дома Ты пыталась снова ему дозвониться? Пыталась Но его номер занят Фань Гэ сказал, что у них много дел И что Юань Бао мне перезвонит Но он не перезвонил Что ж, мы хотя бы знаем, что он в офисе А не где-то еще Ай, дядя Ли сказала, что сегодня свободна Мы присмотрим за Мань Ступай на работу Пойду Спасибо Угу О, Юань Бао Наконец-то ты вернулся Где ты так долго пропадал? А? Я звонила тебе всю ночь Где ты был, а? Я спрашиваю Эй, мы вообще-то с твоей мамой волновались Хотя бы объясни, что произошло, раз ты не пришел ночевать домой Можешь меня оставить в покое Я очень устал И хочу немного отдохнуть Мне нужно поспать минут двадцать-тридцать А потом я снова уйду Обсудим все позже, когда я вернусь Я тебя ждала всю ночь Вообще не спала Давай не сейчас Эй, с контрактом какая-то проблема? Нет, никакой! Не лезь в мои дела, Сябин Это у тебя проблема Ты с ума сошел? Да, сошел Прошу, оставь меня Я хочу спать Я за тебя волновалась Это не помешало тебе навести идеальный макияж Ты вроде шла на работу Вот и ступай, ступай Бери свою модную сумочку и вперед Да что с тобой? А с тобой что? Мне не хочется ссориться Но тебя не было всю ночь Я что, не могу волноваться? Извини, извини, я виноват Давай обсудим все позже А теперь бери сумку и ступай на работу Давай Держи Эту сумку ведь ты купил, а? Забирай, она мне не нужна Иди спать Госпожа Ты пришла на работу с пакетом? А, это новая мода Все, вы свободны Сябин, а ты зайди ко мне Хорошо Вот, можешь взять мою сумку О, спасибо Взгляни на эту фотографию Постарайся узнать, что это за пятизвездочный отель Предполагаю, о чем ты подумала Даже не знаю Я не могу найти мужа Когда возникают проблемы Мы, женщины, пытаемся их решить В отличие от мужчин Которые предпочитают Прятать голову в песок и ничего не делать Ладно Ступай Да, пойду работать Алло Мама Юаньбао уснул? Он прилег на несколько минут Не смог заснуть И поехал в офис Но сотрудники мне сказали, что его не видели Наверняка у него проблемы из-за Джен Эра и Фэнь Гэ Они что-то натворили в его отсутствии Не мог же Юаньбао сам оплошать Ладно Мне надо позвонить ему еще Может быть, проблема в чем-то другом Да Хорошо Ты никогда не веришь тому, что я говорю Может, у Юаньбао трудности, но он тебе не рассказывает Не будем раньше времени паниковать Юаньбао не тот, кто может вляпаться в неприятности К тому же, в случае чего он всегда советуется со мной Здесь что-то серьезное Поэтому Юаньбао и боится тебе позвонить Прошу тебя, не паникуй Пусть он взял мои деньги и понес убытки Не беда Всякое бывает Все равно эти деньги ему бы и достались Нельзя портить семейные отношения из-за денег Ну что ты, не беспокойся Если твои деньги пропали Я помогу тебе их вернуть Поможешь, поможешь Но сперва найдем Юаньбао Да Извините В каком окне обслуживают юридических лиц? В восьмом В восьмом Спасибо Здравствуйте Чем я могу вам помочь, господин? Будьте добры, узнайте, прошел ли этот платеж Сейчас проверю, одну секунду Сумма была переведена согласно акцептованному векселю Процесс перевода завершился успешно Деньги ушли еще вчера А можно их вернуть? Извините, это невозможно Если вам нужна другая помощь Телефон службы поддержки 95 511 Спасибо Будем рады видеть вас снова Здравствуйте Скажите, на головных уборах ваших сотрудников Есть украшения в виде пера? Нет? Ясно, спасибо Сабин Здравствуйте На головных уборах ваших сотрудников Есть украшения в виде пера? Спасибо, продолжайте Я вас слушаю Значит так Мы перевели все деньги продавцу Да А покупатель отменил заказ И уже не удается дозвониться до продавца С ним надо связаться Он клиент Юань Бау Есть? Да? У работников ресторана? Я про перья на шляпах, а не на юбках Ясно? Сабин Я говорю с тобой о важном деле Ты меня слушаешь? Где Юань Бау? Откуда мне знать? С утра он был какой-то нервный Но не хотел говорить почему И куда пошел, не сообщил Я сейчас в поисках чужого пропавшего мужа Такое ощущение, что сегодня все мужья, у которых проблемы Решили взять и куда-то исчезнуть А? Глядите Сабин расплакалась Пожалуйста, не надо Вдруг люди подумают, что мы тебя расстроили А? Я не плачу Здравствуйте, подскажите На шляпах ваших сотрудников есть украшение в виде пера? Бау-Бау, ты вернулся? Юань Бау, это ты Ты не пошел на работу? Что происходит в твоей компании? Да что там может происходить? Он просто неважно себя чувствует Да, мне нехорошо Я позвоню Сабин и скажу ей, что Юань Бау пришел домой Поймай такси Хорошо Мама, где Юань Бау? У себя в комнате Отдыхает А вы зачем пришли? Погодите-ка А ну признавайтесь Что вы сделали, Юань Бау? Мы ни при чем Это он сад Долго Объяснять Понимаете? Почему ты не отвечал на звонки? Телефон разрядился У тебя какие-то проблемы на работе, но ты мне о них ничего не говоришь Не выдумывай, с чего ты взяла, что у меня какие-то проблемы? Даже если я скажу, чем это поможет? Мне нужно понять, что случилось Разобраться в той ситуации, которая сложилась у тебя в компании Я хочу поддержать тебя и помочь решить проблемы Ведь я же сказал, что мне не хочется говорить о них Можешь не говорить о них со мной Но с партнерами ты должен обязательно объясниться В данный момент они дожидаются в гостиной Выйди, чтобы переговорить с ними Это что, ты привела их к нам домой? Ты и я тебя спрашиваю? А? Я не хочу их видеть, разве ты не понимаешь? Потому что мне стыдно общаться с ними Кто разрешил тебе притащить их сюда? Почему ты сделала это без моего ведома? И чего ты пытаешься этим добиться? Привела сюда Дженера и Фанга Но кто сказал, что я нуждаюсь в помощи? Разбирайся сам, если хочешь Тогда зачем они тут? Они не могли тебя найти Тогда они обратились за помощью ко мне Ты можешь объяснить, что случилось в компании? Хватит! Мне не хочется ничего тебе объяснять Потому что я не хочу Чтобы ты знала, что в нашей компании возникли очень серьезные проблемы И я не знаю пока, удастся ли справиться с ними Мне не хочется, чтобы вся моя семья волновалась из-за этого И вникала в то, что происходит Потому что я не смогу вынести такой позор Ведь это из-за меня компания сейчас на грани Мне не хочется признаваться, что проблема возникла именно по моей вине Потому что я ушел из офиса в рабочее время И не был на месте, чтобы решить ее А знаешь, по какой причине я отсутствовал? Что заставило меня уйти с работы? Мне нужно было решить свой личный вопрос Какой именно, я не сказал Потому что должен был встретиться с Баушуаем Я отправился к нему, ведь с ним ты оставила нашу дочь Теперь ты понимаешь? Мне не хочется ругаться и перекладывать вину на тебя Я по горло сыт этим Это я виновата Я этого не говорил? Фанге Если у вас в компании проблемы, мою дочь Сянь-Сянь в них не вмешивайте Тетя Ли, вы же знаете Сянь-Сянь полностью в курсе того, что у нас происходит Мы дали ей выбор, уволиться или остаться И она предпочла остаться, несмотря ни на что Это так Иногда Сянь-Сянь бывает так упряма Она вся в меня Хочешь узнать обо всем? Еще подробней Иди и расспроси их А меня оставь В покое Янь-Бао, куда ты собрался? Как ты не понимаешь? Из любой ситуации есть выход Не переживай, все образуется Знаю Вы со мной? Идемте Пошли Да, конечно До встречи, Катя Стой, стой У тебя есть подруга Что? Да, да, разумеется Есть, конечно, есть Идемте, чего встали? Как зовут эту девушку? Леди Гага, тетя Вот это да Посмотрите, как он улыбается Какой он довольный Мама Я вернулась Все в порядке сроки? В порядке Ты нашла, Лути, Аня? Пока нет Тогда как же ты можешь ходить по магазинам? Я задачила ассистентку А эти вещи для ваших подружек А? Неправда? Небольшие подарки от меня Благодарность за работу Да И за буту о ребенке Это очень качественные вещи Одежда, кардицепс и женьшень Будете уезжать, возьмете Здесь столько всего Нам как-то неудобно Да Вы чересчур щедры Обратные билеты я уже заказала Самолет завтра утром в 11.30 В 8.20 водитель отвезет вас в аэропорт А? В чем дело? Почему ты отправляешь их домой? Кто будет с ребенком, если они уедут? Не волнуйтесь, я придумаю Вот, держите Это вам премия за работу Берите, не стесняйтесь Ну же, ну же Мы не можем принять, нет Считайте, что и так бабушки Ну же, берите Вот и хорошо Спасибо за такую щедрость Итак, завтра утром вы уезжаете Если вам еще что-то нужно, скажите мне Ладно? Я непременно обо всем позабочусь Зачем им подобные подарки? У нас в сельской местности продукты Более экологически чистые, чем в городе Я привезла помощниц, чтобы они вместе со мной присматривали за Рокки Выходит, с подарками я поспешила? Тогда я, пожалуй, их заберу А когда вы соберетесь уезжать отсюда Я подарю вам все эти вещи заново Как вам идея? Доктор сказал, что у меня слабое сердце Так что нужен Женьшень А кардицепс должен помочь моему мужу Так что этот подарок я заберу Как эти кардицепсы Женьшень могут быть настоящими? Наверняка подделки Ну тогда у вас нет никаких причин их оставлять Несите сюда Позвольте, мы съездим домой А когда понадобимся, вернемся Точно, точно, нам лучше съездить домой Правда? Ладно, тогда поезжайте завтра Вернуться вы сможете в любое время Хорошо? Я вчера видела у двери ваши сапожки, такие теплые Где вы их купили? А какой у вас размер? Такой же, как у вас Тогда берите, я дарю их вам Я надела их всего несколько раз Какой благородный жест! А я, когда убирала вашу комнату, увидела там большую сумку Мне бы такая сгодилась, чтобы ходить на базар за продуктами Сумка от Луи Витун? Она большая, темно-коричневая На ней буквы Л и В Так и быть, забирайте Спасибо большое Пойду за ней Только не ходите с этой сумкой на базар Она стоит прилично Хорошо И не забудьте вытащить оттуда все мои вещи Да-да, обязательно Ты сообщила Лотяню, что вы проваживаешь их? Хорошо бы он сообщил, где изволит пребывать Ты уже четырех нянь уволила Остается надеяться только на себя Я уже много лет главный редактор Каждый день я руковожу несколькими десятками сотрудников Без проблем не обходится Если я и научилась чему-то к это Справляться с трудностями Но почему ты не посоветовалась с мужем насчет нянь? Лотянь сам исчез неизвестно куда И со мной не посоветовался Знаешь, мне кажется Что ты со мной недостаточно почтительна Это потому, что сейчас у меня в семье неприятности Да, большие неприятности Но я в них не виновата Вот что я тебе скажу Отношения между Лотянем И мамой Лоло перед разводом были такими же Прежде чем поставить точку Лотянь обсудил их со мной Он сообщил жене, что хочет развестись Только когда я одобрила это решение Хотите сказать, когда муж вернется домой В нашей семье повторится то же самое? Я лишь хочу сказать тебе, что В любом случае Лотянь поговорит об этом со мной Ты поняла? Да Ты действительно родила мне внука И это счастье Но ты не можешь обращаться со мной Так как сейчас обращаешься Мама Мне ведь уже 40 лет Я вовсе не глупенькая девочка Которая покоряется судьбе и упускает свое Я вышла замуж после 30-ти А Рокки родился совсем недавно Я ни за что на свете не соглашусь на развод Мою семью не сможет разрушить никто Включая Лотянь Я сама надеюсь, что у вас с ним все наладится Но сейчас Лотянь пропал Ему нужно какое-то время, чтобы прийти в себя Он вернется Не сомневайтесь Вам что-то не подходит? Мы хотим поделить эти подарки Ну так в чем дело? Берите, это все куплено специально для вас Вперед! Вот же нахалки Ступайте вы уже, ступайте! Здравствуйте Это отель Фо Сизонс в Нинбо? Мне бы хотелось узнать На шляпах ваших сотрудников есть украшения в виде пера? Яньбао Ты вернулся? Заходи, заходи Ты что, напился? Ну и ну Нет, нет Переобуйся Держи Осторожней Что с тобой? Почему ты так поздно? Иди ложись Здравствуйте Я заварю тебе чай Это Нинбо отель Краун Плаза? У ваших сотрудников на шляпах имеется украшение в виде пера? Уверена, что он в Нинбо? Улица Яо Хан, дом 129, отель Краун Плаза Место – город Нинбо Да? Все верно Вы что, поедете туда на своей машине? У меня нет выхода Сябин Сябин Он протрезвел Ты бы отнесла ему, а? Хорошо Мама, и вы ступайте спать На, выпей чаю Мама, и вы что-то Я не знаю 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Прости Прости Я виновата Прости Ты любишь меня? Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Параспать Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Не узнал? Я был уверен, что ты найдешь меня хоть в интернете, хоть в реальной жизни. Добавил субтитры DimaTorzok Раз ты его нашла, оставлять его уже нет смысла. Почему не приходишь домой? Это не твое личное пространство? В доме слишком многолюдно и шумно, мне там некомфортно. Если так будет продолжаться, я попрошу тебя о разводе. Да хоть сейчас. Что бы ни случилось, мы не разведемся. Я не видню тебя ни в чем, просто я думаю, я не тот мужчина, который может жить семейной жизнью. Да ни один мужчина не подходит для этого. Нет, ты не поняла. Я все время пытаюсь достичь в жизни какой-то цели. Но сколько бы я ни силился, ничего не выходит. Мне очень стыдно перед тобой, Лулой, ее мамой, твоей мамой, Рокки. За все, что я сделал. Честно. Из-за меня всем вам приходится так тяжело. Собственно, в твоей жизни, Лимудзе, я и вовсе не нужен. Присутствую в ней, я лишь добавляю тебе хлопот. Брак – это не игра в нужен или не нужен. Мне многое, что нужно. Вода, воздух, солнце, врач, юрист. Но не за них я выходила замуж. Семейная жизнь – более сложная вещь. В браке мы ради друг друга меняемся. Мне кажется, мы с тобой должны начать все сначала. Я отпустила всех нянь. Так что у нас есть шанс. Надо лишь обсудить, как мы будем выстраивать новую жизнь. Думал, что при встрече ты будешь кричать на меня, как на своего подчиненного. Ты – клиент, а не подчиненный. Мне нужны долгосрочные отношения, ведь я многое сделала для их успеха. Например, я решила проблемы твоей дочери. Более того, твоей бывшей супруге я тоже кое в чем помогла. Какой смысл мне теперь останавливаться на полпути? Отказываться от тебя? Эту сделку мы доведем до конца. А ты точно не будешь потом жалеть? Я выбрала себе любимого и уже не откажусь от него. Я отдам Lanceom. Ой, что ты! Ты замечательноCIалcoin. Открываемся с моей дороги с нами. Баршивец. Баршивец. Моя мать. Ты говоришь, что в последнее время, малышка, Юань Бао сильно агрессион из-за происходящего на работе. Я стараюсь во всем его поддерживать. Как и ты, свою дочь. Если тебе срочно нужны деньги, я постараюсь вернуть их как можно скорее. Право же. Как только я вспоминаю о Юань Бао, ты начинаешь говорить о деньгах. Будто я бросаю тонущему не круг, а камни. Мне пока не нужны эти деньги. Правда. Ничего, если вернете позже. И все же Юань Бао рискует. Напишешь мне долговую расписку? Прошу. Ты не обижайся, но сто тысяч Юань. Все-таки это не мало. Конечно же. Подожди, я напишу. Не торопись, не торопись, ну что ты. И укажи число, когда отдашь. А вот и Мань, маленькая моя. Скажи, а не слишком леет для нее рано ходить в ходунках? Ноги почти не касаются пола. О, Мань, смотри, летит дракон. О, как он летит, да? Скорее уезжай от него. Скорее убегаем. Да-да, конечно, конечно. Знаешь, от ходунков все же есть польза, когда она в них. У меня свободные руки. Возможно, что скоро тебе не придется мне помогать. Ну что ты, что ты. Я буду приходить ежедневно. Я вполне серьезно. Да. Тебе не стоит приходить после обеда. Я сама присмотрю за внучкой. Можешь не утруждаться. Понимаю. Ты из-за расписки злишься. Ты все слышала. Приходить не надо. Если придешь, я не открою дверь. Я правда не хочу тебя беспокоить. Ты меня вовсе не побеспокоишь. Мы ведь... Мань, моя радость. Мне лучше ее порвать. Какая-то смеш-лиона. Что такое, что ты не знаешь? Какая-то смеш-лиона мне. Ааа! Эта мая! Ааа! Ирина! Ааа! Ирина! Девочка-пай! Ааа! Ирина! Ирина! вам это неискроет. Ааааа! Мань, я лининваря? Девушки отдыхают Смотрите в следующей серии Девушки отдыхают Смотрите в следующей серии Смотрите в следующей серии Девушки отдыхают Смотрите в следующей серии Девушки отдыхают Смотрите в следующей серии Девушки отдыхают 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 Да. Так. Теперь мы включаем плиту. Будем варить бульон? В этом бульоне нам очень важно добиться нужной консистенции. А как понять, что нам необходима именно такая консистенция? Для этого важно, чтобы из рыбы полностью вышел белок. Поэтому нам нужно предварительно обжарить рыбу в масле. Да. И при обжарке важно соблюдать огневой режим. Когда сковорода нагреется, вольем в нее немного масла. А если мы обжарим рыбу, потом приготовим бульон, то у нас может получиться рыбный суп. А какой температурный режим лучше всего подходит для обжарки? Тут важно сначала нагреть сковороду, влить в нее масло, а потом опустить в него рыбью голову. Так, целиком и опускать? Да. Температура масла еще не очень высокая. Да. Кидаем все сюда. В ход идет рыбья голова, хвост и другие кусочки. Выкладываем все. А мы? Мы ее не трогаем. Нам нужно, чтобы рыба прожарилась. Да. Как следует прожарилась с каждой стороны. Да. На самом деле, чем сильнее она зажарится, тем более получится бульон, потому что таким образом полностью высвобождается белок. То есть лучше, чтобы рыба обжарилась подольше. Да. Но в то же время нельзя, чтобы температура масла была слишком высокой. Верно. Получается, что не стоит бояться пережарить рыбу. Да. Главное, чтобы рыба не пригорела. Точно. Но если вы не разрешаете не трогать и переворачивать ее, как я пойму, что там с ней? Это можно определить по запаху и по тому, как она скользит по сковороде. Если она будет цепляться за сковороду, значит, еще рано. А если она легко по ней скользит, значит? Значит, можно переворачивать. Но дома я ведь так не смогу сделать. Так тоже. Так я тоже смогу определить? Да, так тоже понятно. Ясно. А как, по-вашему, уже прожарилась та сторона? Еще плохо. То есть, когда вы раскачиваете сковороду, вам показалось, что она еще не зажарилась? Да. Из нее еще не вся влага вышла. Белок из рыбы высвободится только тогда, когда из рыбы выйдет влага. Да. Мы сейчас так говорим, как будто описываем химические процессы. Самое важное на этом этапе, чтобы из мяса рыбы полностью выделился белок. Правильно. Смотрите. Она уже очень легко скользит по сковороде. Видите как? Я так однозначно не смогу. А вы вон что вытворяете. Вы можете перевернуть рыбу с помощью лопатки. То есть, я могу сделать это лопаткой? Конечно. Оказывается, вон до какой степени ее можно зажарить. Уже и золотистая корочка появилась? Да. Мы зажариваем рыбу до такой степени с двух сторон? Теперь добавляем к ней маринованный имбирь. А что еще за маринованный имбирь? Из маринованного мы обычно используем перец. Имбирь маринуется по такому же принципу, что и китайская капуста. В рецепте у нас сегодня кислая капуста, поэтому все ингредиенты крутятся вокруг нее. Точно. Даже имбирь мы используем маринованный. Теоретически, именно сейчас, когда мы вливаем кипяток, бульон и должен побелеть. Нужно дать ему немного покипеть. Он уже слегка побелел. Да. Благодаря проникающей силе воды белок в рыбе расщепляется. И выходит наружу. После чего остается в этом бульоне, закидываем перец. Маринованный перец. Все эти продукты сочетаются с кислой капустой? Да. Они все подходят по вкусу. Но когда мы варим бульон, мы можем добавить маринованный имбирь и перец, а вот с капустой надо подождать. Почему? Потому что она зеленого цвета, и если вы ее сейчас забросите, ваш бульон тоже станет зеленым. То есть вы имеете в виду, что когда мы будем подавать к столу это блюдо, бульон будет белым? Белый, со светло-зеленым оттенком. Получается, что капусту важно забрасывать в нужное время. Да. Видите, какой бульон? Мы можем сделать его более насыщенным. То есть сделать его еще гуще? Верно. Но здесь нужно учесть следующее. Во-первых, нельзя закрывать крышкой. Во-вторых, огонь не должен быть слабым. Варим на сильном огне без крышки. Вот теперь можно добавлять капусту. Уже пора. После того, как мы его забросим и чуть-чуть поварим, нам надо будет попробовать бульон. Да. Только так мы сможем понять, достаточно соли или нет. Правильно. Видите, какой цвет приобрел бульон? Он стал светло-зеленым, вы были правы. И он именно загустел немного. Да, он уже не такой прозрачный. Видите? А как мы поймем, что уже хватит варить его? Когда отчетливо почувствуем запах кислой капусты. После этого мы можем его попробовать и определить, сварился он или нет. Да. На соль нормально. Соли больше не надо. Теперь капусту уже можно выложить. Достаем из сковородки всю капусту? Да. Чтобы остался один бульон. Точно. Ну а теперь я опускаю сюда филе. Правильно ли я понимаю, что вы выключили огонь? Нет, просто убавили. Да. После этого... Это потому что рыбные ломтики быстро развариваются? Верно. А нам нужно, чтобы они остались целыми. Продолжение следует...